Добрый день, участники, участники вебинара. Меня зовут Мельник Евгений, я руководитель общественной организации Центра развития села, партнер украинского проекта «Бизнес развития плодовщиводства». Хотел бы задать вопрос, слышит ли меня, кроме, так скажем, коллег моих спикеров, участники. Поставьте там плюсики, у нас есть как минимум уже 20 участников, где 18. Руки, отлично. Хорошо, я хотел бы пару минут для аудитории сказать предысторию. Вот у нас первый спикер Владимир Мошкин, мы или два, или три месяца назад, скажем, провели первый вебинар по проблеме тут и абсолюту для томатов, и я и мои коллеги приглашали, так скажем, тепличников с Одесской области на этот вебинар. И вот три месяца назад мы им говорили, будет вебинар по Тути. И они как-то вот все, ну, а что это такое, у нас этого нет, мы этого не знаем, нам это неинтересно. То есть как-то так получилось, что три месяца назад, ну, как бы аудиторию не это не заинтересовало, ну, в Одесской области, в первую очередь, Юг Одесской области, ну, как бы не заинтересовало, потому что это, как бы считали, не было проблемой. А потом прошло два месяца, и вот последних три-четыре недели наши клиенты, с кем мы работаем по Югу, стали массово говорить, ну, там, сос, караул, помогите, что это такое, что происходит с теплицами, с томатами. То есть так получилось, что наши производители мелкие столкнулись в этом сезоне впервые с проблемой тут и абсолюты. То есть если, как бы, другие регионы, тепличные, там, в первую очередь, Запорожье, ну, скажем, уже с этой проблемой сталкивались, какие-то уже методы выработали, то целевая аудитория в Одесской области очень пострадала в этом году. И, к сожалению, мы даже такие от многих очень слышим, мы не знаем, что делать на следующий год, мы не справимся и хотим посадить огурец. И мы боимся, что и так в этом году цена на огурец 3-5 гривен, то есть если все переключатся с томата резко на огурец, то это будет, как бы, проблема и для томата, и для огурца. Но я имею в виду с точки зрения рыночной ситуации и цены для производителей. Поэтому мы собрали совместно с нашими всеми спикерами, так скажем, проблемные вопросы, в том числе от аудитории. Были представители, вот, и БТУ-центра на прошлой неделе лично, как бы, там выезжали, общались, собирали проблемные вопросы от наших тепличников. И мы хотим вот сейчас совместными усилиями трех компаний представить, что можно, как можно и что нужно делать, чтобы все-таки не отказываться от томатов, не рубить, так скажем, с плеча, а заниматься этой культурой, там, не знаю, утконосовка десятки лет уже занимается томатами, это будет, на самом деле, катастрофа, если они, так скажем, откажутся от этой культуры. Поэтому я бы хотел передать слово, ну, это, как бы, предыстория, почему необходимо, мы проводим и для кого этот вебинар. А еще я хотел бы сказать, что многие вот наши, ну, как бы, клиенты, люди говорили, что, ну, мы Zoom, мы не знаем, там, они рассчитывают на ссылку на YouTube. Поэтому, извиняюсь, да, поэтому, может быть, сегодня аудитории не так много, знаю, что регистраций гораздо больше, они рассчитывают на ссылочку на YouTube нашего вебинара, то есть это им доступно, это им понятно. Zoom еще, к сожалению, пока не все освоили. Дмитрий, я хотел бы вам передать слово Дмитрию Хоровцову, чтобы представил участников хорошего вебинара, ну, и, соответственно, на связи. Дякую, Евген. Вітаю всіх присутніх. Хотів би дуже коротко представити наших спікерів сьогодні, але, перш за все, я хочу подякувати пана Евгену Мельнику і пану Миколаю Горшкову за дуже великий обсяг роботи, який вони виконали для того, щоб дослідити ситуацію по Одеському регіону. І вже ви, шановні наші присутні гості, будете цю ситуацію чути сьогодні, будете порівнювати з вашими господарствами тепличними, і я сподіваю, що цей вебинар буде для вас максимально корисним, не тільки для Одеського регіону, а й для всіх присутніх сьогодні. Перший наш спікер – це Володимир Мошкін, це представник компанії Біозахист. Компанія займається безпосередньо вирощуванням та дистрибуцією корисних комах, энтомофагів, і він розкаже вам про це. Зіновія Михайлівна Єлінська, вона – це частний агроном, дає агроконсультації по хімічному захисту рослин. І Сергій Вдовенко – це представник компанії БТУ Центр. Ми очікували сьогодні побачити Сіленко Володимира, але, однак, з'явилися певні перестанови в компанії, тому в нас буде Сергій Вдовенко. Я дуже сподіваюся, що ми почуємо дуже цікаву інформацію, від нього і ґрунтовно по, знову ж таки, біозахисту та по біопрепаратах, які можна застосовувати в теплиці. Отже, щоб не займати більше ваш час, передаю слово пану Володимиру Мошкіну. Вітаю вас. Дякую дуже. Мене слышно? Так. Ще питання. Я відкрив чат. Зараз чат видений на екрані, або це видений тільки я? Чат видно в тих людей, які його налаштували. Ну, я, наприклад, бачу чат. Ну, мій чат, який відкрив, я його щас відкрив, він у мене закриває частина презентации. Я вас беспокоюсь, щоб я вам не закривав цим чатом презентацию. Ні, ми його не бачимо. Ваш чат ми не бачимо. Все. Супер. Презентацию бачу Володовку. Так. Тоді, вкратце, о своєму докладі. Це буде практичний опит. За 10 років, тому що з 2008 року почали працювати, вперше столкнувся з Тутою Абсолютою. Так. Я в 2010 році. Це був Краснодарський країй. Таким образом, вона виїдала теплиці антрацитовські. І в той момент, коли ми з цим столкнулись, у нас була в основному хімія. Біометод був, це біолабораторії единичні, які просто существували. З времен Советського Союзу ще. І на них ніхто не робив ставки, просто директора закривали ці біолабораторії. Платили какую-то минимальну ставку, це були ритуальні такі. Випустили насекомих і обработали хімію. Буквально через пару днів. Толку від них було мало, к сожалению. І ферамони, які тільки-тільки з'являлися, люди знали, що вони є, але в какой-то сильній пользі від них ніхто не було. Тому в основному використовували хімію. Перший опыт – це робите опыти, іщите новий варіант і тестируйте. Почему? Ми на той момент закладували опыти с макролофусом і изучали його роботу. Як він контролює білокрылку. І нам дали якраз один гектар томатов і один гектар огурців. Але зараз про томатов. Ми випустили три штуки макролофуса. Виселение делали в январі, феврале і марте. Десь по одной штуки на метр квадратний. В итоге 16 мая, по фотографії тут дата поставлена, уже началось от рождения, пошло активное развитие. На фотографії постарався увеличить. Ну, качество, конечно, в то время еще плохое было. Но вы видите как раз экзувий – это хитиновый панцирь, который сбросил клоп, когда линял. И непосредственно личинку уже, наверное, последней, ну тут все размыто в стадии. Это говорит о том, что макролофус закреплялся, развивался, бегал, ел белокрылку. И чисто случайно оказалось, что рядом площади, которые остальные были, на химии, их съела в тот момент тута. А наш гектар стоял зеленый. Таким образом, чисто случайно, мы поняли, что макролофус контролирует туту абсолюту. Он питается ее яйцами и питается личинкой первой стадии, с голодухи может напасть и вторую. Но, в принципе, они могут сопротивляться, поэтому он бережет свой хоботок и на более крупную добычу не нападает. Ему нравится питаться личинками белокрылок, которые вообще не сопротивляются, и яйцами туты, которые, опять же, ничем не сопротивляются, яйцами паутинного клеща, он полифах. Вот такой получился пример. Там, где был макролофус, у нас целые плоды и зеленые листья, даже уже в сентябре. То тут у нас 15 июля была полная потеря урожая, выбросили эти гектары и посадили огурцы. В принципе, как только что говорили, стратегия первая – выбросить томат и посадить огурцы. Но при этом комбинат не ушел на следующий год на огурцы, они начали просто использовать на всю площадь макролофуса, и по сей день прекрасно себя чувствуют, живут с этой тутой, проблем нет. Поэтому закладывайте опыты, ваше знание, ваш опыт, главное его фиксируйте, записывайте, потому что у нас все теряется. Это очень ценно. Почему ценно? Потому что мы живем в плену наших привычек, и это как колея, с ней очень сложно выехать. Но иногда приходит в нашу жизнь дождь, который эту колею превращает в полосу препятствий. Мы или остановимся, или утонем, или будем развиваться. Поэтому любой дождь заставляет нас, любой стресс, развиваться. Грубо говоря, таким образом появляется асфальт, железные дороги. И тут абсолютно это стресс, который заставляет развиваться рынок, развиваться компании. Люди ищут, вы ищите свои варианты решения проблем. Мы со своей стороны ищем тоже варианты помочь. Поэтому за это время система защиты эволюционировала. Химия ушла в совместимую химию, в новые препараты наподобие бакулавирусов. И биология эволюционирует тоже. Появляются хищники, которые, грубо говоря, совместимы с химией. Это как трикограмма ахея. Ее в Англии делают и во Франции сейчас активно, в Испании. Потому что, в принципе, это как камикадзе. Когда они летят, каждая вот эта маленькая мушка убивает яйцо. Или питается им. И совместимые хищники, которые отбираются поколения, ведутся в биолаборатории специальной разработки. Ну, как вот вредители привыкают к химии, резистентности. Что-то подобное делаются с хищниками, чтобы они были адаптированы к препаратам. Но это все очень дорого, сложно. И не прямо сейчас. Что на данный момент, в 2020 году, мы имеем по отуте абсурдите. На самом деле, ассортимент очень большой уже есть. Есть хищный клоп макролофус. Есть нелидиокорис, который наносит ущерб растениям. Это не самый лучший вариант. Есть бакуловирусы. Есть биопрепараты. Есть трифограмма. Совместимая химия. Тот же веримаркс, караген, белк. Которые не вредят полезным насекомым. Есть несовместимая химия, которую тоже можно использовать в конце оборота, когда вы уже заканчиваете оборот. И вам надо вычистить, максимально чистить и сделать теплицу, экосистему. Но это только если у вас стоит сетка. Если сеток нет, все это бессмысленно. Сколько бы вы ни травили, через окна залетит мусорника соседнего. А тут она прекрасно летает. Есть феромоны, есть изонет. Это новый продукт, который очень высокая концентрация феромона. Он буквально ослепляет насекомых. Они не могут друг друга видеть и не могут спариваться. Следовательно, нет потомства. Это те же самые дезориентаторы. Уже слышали, нам присылали, должны закладывать опыт, которые должны отпугивать насекомых. Электроловушки, липкие ловушки, ну и подобное. И вот самая проблема – это выбрать правильную стратегию. Потому что, опять же, у нас есть колея, есть проторенная дорожка, которой все хотят идти. У вас на данный момент, если говорить конкретно про Одессу, так как у вас только появилась тут Абсолюта, скорее всего, этой стратегии нет. У вас есть, как вы раньше жили, использовали химию. Сейчас придется адаптироваться и на ходу принимать решения. Источник проблемы остался. Потому что источник проблемы – это резистентность. Проблема не в туке, не в белокрылке, не в клещах. Проблема в том, что они устойчивы к препаратам. И та стратегия, которую большинство, к сожалению, в сельском хозяйстве используют, это использование химии, то она не работает. Потому что у вредителей есть разнообразие генетическое. И вот на фотографии видим пример разнообразия. Две тли устойчивые. Делаем обработку. Две из них погибло, две устойчивые остались. Они дают потомство. И таким образом это потомство становится устойчиво к химии. Что делать? Нужно правильно использовать препараты. Сделать их классификацию. Потому что препаратов много на данный момент. И если делать правильно чередование, а не смешивать по 3-4 сразу в одну кучу, то в принципе резистентность будет минимальная. А учитывая, что можно применять механические, биологические все остальные средства, то можно вообще это дело остановить и создать популяцию, вернуть ее. Потому что как у насекомых есть гены устойчивости, так и есть гены неустойчивости. И они все вшиты в ДНК. И если мы создадим условия, чтобы спаривались не только с сильными, а спаривались с сильными и слабыми. Потому что вот тут на самом деле показали ошибку. Вот здесь, когда скрещиваются два сильных, это я делал в принтскрин видеоролика, то в любом случае тут должны появиться слабые. Потому что не может быть, чтобы полностью ДНК осталось. ДНК все равно остаются частично слабые. Но следующая обработка опять же будет убивать слабых, и у вас будут доминировать устойчивые и устойчивые. Но если вы убираете обработки, у вас, допустим, убиваются вредители только механические, только биологические. По сути, что такое биология? Это та же механика. Вредитель приехал и убил его механически. Просто вопрос мониторинга закрывается и поиска. И у вас, в принципе, возобновляется более-менее нормальная популяция добрая вредителей. Где смотреть устойчивость? У поставщика спрашивать или в интернете вот в этом сайте Ирак? Но там все пока на английском. Хотя вот этот видеоролик, который я смотрел, он уже есть на русском языке. Я его в чат сброшу. Давайте, может, даже попробую сразу его сбросить. Так, это не он. Ладно, не буду отвлекаться дальше. Вот это сайт Ирак онлайн. Там очень много статей, информации рекомендую. Смотрите, люди в Европе занимаются научной работой по замедлить устойчивость к вредителям резистентности. Делать такие классификации. Как раз объединяют препараты по типу действия и в группы. Потому что просто разные ДВшки, это еще не значит, что вы чередуете препараты. Вам важно чередовать препараты по типу действия. Например, у вас идет окно. Окно – это одно поколение вредителей. Вот вы, говоря, родились и дали они потом, чтобы полностью все вымерли, и их не дети уже. Это уже другое окно. Если вы будете чередовать препаратами одной группы по одному поколению, даже 3-4 раза, у вас резистентность не вырабатывается. Резистентность будет вырабатываться, если вы… Вот первое поколение попробовало яд, часть из них погибла. Потом их дети попробовали этот же яд, часть погибли. Потом их внуки, правнуки. И у вас резистентность закрепляется в генотипе, как устойчивость. Мы закрепляем у них ген устойчивости к этому. Если у вас только, допустим, родители и потом правнуки попробуют, а в насекомых это, в принципе, 4 месяца, то у вас не будет закрепления генов. Потому что многие думают, что нужно сделать один препарат, потом на следующий раз другой препарат, потом третий препарат. И это проблема. Таким образом, резистентность. Но, как бы вы ни разбирались, это я чаще всего объясняю защитникам крупных комбинатов, которые есть обособлены. И этот человек принимает решение на вот эту площадь. В таких, как Одесса или Каменка, тепличных регионах, где очень много теплиц, чередуйте или не чередуйте. Сосед обработал одной химией, вы обработали другой химией. И все. Будет резистентность к химии по-любому. Поэтому бесперспективная химическая защита. Максимум появится какая-то новинка, прям новинка-новинка, как карагент в свое время. И даст вам там карбланш на 2 года опять. И опять через 2 года умрет. Поэтому, ну, пока никаких новинок не видно с точки зрения химии. Поэтому, извините, но путь химии, он обречен. Действительно, тогда лучше садить огурцы или перец. А с точки зрения вот интегрированной защиты, где опять же химия есть. Я не говорю, что это чистое. Просто одной только химией вы не сможете защититься. А интегрированная защита, когда у вас там целый комплекс. Так. Это препарат. Если есть вопросы, пишите. Слышим. Так. Видно, видно. Так, добрый, видно. Напишите вопросы, можете есть, по вот то, что я рассказывал о совместимости химии. Или как звук. Поставьте плюсики. Слышно, не слышно? Понятно. Плюс понятно, минус непонятно. Так, спасибо. Всем пока вроде понятно. Так. По Тутавиру. Это вирусный препарат, бакуловирусы. Это никакие не страшные вирусы. Это чисто вирусы чешуи крылых. Их есть несколько видов, которые узкоспециализированные. Поэтому данный вирус, он идет только по Тутиабсолюте, картофельной моле. И там еще есть другая родственника. Они, в принципе, даже выглядят одинаково. Так, что тут случилось? Четыре способа решения проблем, про которые я говорю. Химический, механический, тактический и биологический. Тактический – это когда мы используем феромоны или сетки. Это комбинация нескольких вариантов для того, чтобы обмануть их. Важно понимать цикл развития. То, что у нас тут абсолютно находится в почве. То, что она находится в листе, и в воздухе, и на листе. Она в четырех пространствах. И все эти пространства, у них есть своя температура, свои физико-химические свойства, своя биота и вообще свое влияние. Поэтому это все учитываем. Яйцо откладывается под лист и на лист. Возле стебля, может. Где удобно. Проблема в том, что по одному яйцо откладывать. Найти и увидеть его нереально. Очень плохо. Как правило, у людей зрение плохое в теплицах. Там не всегда они трипса видят, тлю или клеща, как правило. То эти яйца еще меньше. Найти яйцо нереально. Поэтому ориентируйтесь по феромонам, по ловушкам, по электроловушкам. Именно по Имаго. По циклу развития. Чем выше температура, тем быстрее идет развитие. И второй фактор. Смотрите. Почему в этом году проблема с тутой, с той же Каменьки, в первом вороте не было очень сильно. Все ожидали, что будет вообще пожар на фоне осени. Но проблемы не было. Это связано с тем, что была теплая зима и непонятная весна вообще. То ли зима, то ли весна. То тепло, то жарко. То тепло, то жарко. В итоге у нас тута просыпалась, погибала. Просыпалась, погибала. Просыпалась, погибала. Таким образом, природа, наверное, процентов 95 популяции тут сама убила. За счет того, что толком и томатов не было еще в этот период. Все было закрыто. Форточки были закрыты, потому что люди топили. И все, что было на улице, популяция, она чисто родилась и ничего не нашла, погибла. Порог биологической активности 4 градуса. Самка может откладывать до 300 яиц. Темирические пороги развития личинок от 10 градусов 13, нижний и верхний 30-35 градусов. Так, активность за 4 градуса. И точки переохлаждения. Личинки минус 18 градусов, куколки минус 16, взрослые минус 17 градусов. Как видите, летально это 17 дней, 22 дней. Самый важный момент по туте, то что 90% яиц самка откладывает в первые 4 дня жизни. Вот те 50-350 яиц, которые она может отложить, она откладывает по сути в первую неделю. Поэтому, если у вас постепенно одна популяция, вторая волна популяции идет, а потом бах, вспышка. Это говорит о том, что у вас просто в какой-то момент пришла волна и отродилось большое количество самок. Это спаривание особенностей. Это, в принципе, вам оно не сильно надо. Вот, важный момент по популяциям. Почему химия не работает? Вот первое. Есть разные типы популяции. Что такое популяция? Это количество одного вида живого на территории, которая ограничена пространственно какими-то природными объектами. Это может быть континент. Это может быть река разделять. Это может быть горный хребет разделять. Это может быть разные популяции зайцев в каких-то лесах, которые рекой разделены. В нашем случае, когда мы боремся химией и у нас нет форточек, вы боретесь с популяцией конкретно вашего села. Вот, допустим, как там я записал, утконосовка. Вот если у вас в утконосовке есть теплица, и вы травите ее химией, и вы думаете, что химия сработала там в идеальные условия, 98%, все, вы заходите, у вас все мертвое. То в рамках вашей утконосовки эффект на популяцию тут абсолютно один процент, потому что остальные миллионы сотни остались живыми, поэтому популяция не упала. Но как только вы поставили сетки и ограничили механически свою теплицу, и сделали нормальный тамбур входа, что туда не попадает с улицы тут, в этот момент ваша популяция стала контролируемой, и это лично ваша популяция, потому что она ограждена, туда никто не может попасть. И вы сделали эффект, и у вас все, вы выбили и манго, но у вас остались, допустим, куколки, личинки в яйца и яйца, и у вас вот зеленая часть осталась, но вот эту верх, оранжевую и красную, вы механически убили. Причем верх – это летающие взрослые особи, у которых есть период, когда они могут давать потомство репродуктивного особи, они могут размножаться. И уже пенсионеры, которые не могут размножаться, но при этом летают, зают панику и пугают людей, могут на электроловушку прилететь. Наша задача – постоянно работать в зеленой зоне, чтобы у вас популяция в теплице была всегда вымирающая. Что это значит? Это значит, что у вас яиц, личинок и куколок всегда меньше, чем летает бабочек в теплице. И в этом случае у нас проблемы. Как только мы работаем в химии, мы, в принципе, летающих особо не выбиваем и можем бить в личинку только. Причем в первую и второй стадии. А вторую и третью уже очень сложно убить химией, потому что есть понятие летальной дозы – это количество яда на вес насекомого. И ему нужно его съесть, потому что она защищена, она в мине находится, туда химия контактная не проникает, в основном только системные препараты, которых должна съесть. А если гусеница взрослая, ну она 3-4-5 укусов сделает и при этом не умрет, потому что летальная доза не достигла. А маленькая гусеничка, как правило, умирает, потому что ей надо много съесть, много через себя пропустить еды, и яд в ней аккумулируется, как в фильтре, и она погибает в какой-то момент. Поэтому, к сожалению, системные препараты только работают. И плюс с улицы будут лететь, поэтому есть вопросы, я тут чат прикрыл, где мой чат, то он мне мешает. Трихограмма у нас выедает яйца, тутавир у нас заражает гусениц, убивает гусениц, и если гусеница выжила, то яйца у нас дальше идут заражены. И все потом, что заражено, макролокус питается яйцами в основном. А что оно? Не двигается? Вообще ничего не двигается. Двигается. А, это у тебя? Это у тебя. У нас просто здесь мы дублируем, чтобы проверить, как оно идет. Не, все нормально, все работает, все видно. Да, добавьте, может, по популяции, потому что, мне кажется, я чуть не до конца объяснил. Или понятно? Все, продолжайте, пока продолжайте. Хорошо. Биологический способ – это хищный макролокус, про которого я рассказал, что он чисто случайно мы выявили, что он хорошо контролировал ТУТУ. Есть спорные моменты. Сейчас все равно, так как он сидит в среднем ярусе, где ему тень, прохладно, не опускается на плоды, как правило, то ТУТУ успевает нанести ущерб плодам в промышленных теплицах, потому что она там яйца откладывает, а макролокус в основном питается вверху и в среднем ярусе. Поэтому к нему иногда возникнут вопросы. Но, в принципе, на данный момент это номер один продукт, который используется. Он контролирует и ТРИПСа, и Белокрылку, и ТУТУ, как бы комплексно подходит к защите томатов. Если все правильно сделать, там, в принципе, вопрос защиты томатов становится закрыт. Остается только ржавый клещ и болезни. А ржавый клещ – это препаратами, как правило, работают. Вот. Феромоны. Вставляются феромоны, черные таблетки такие или капсулы. Разносятся, нужно их 30-40 штук, не больше. Потому что, если начнем делать больше, пойдет эффект дезориентации. Это на гектар 30-40 штук. В теплицах, ну, следовательно, пересчитывайте 3-4 штуки на 1000 метров квадратных. Есть и Занет, и ТУТАГЕЛЬ. Это новые продукты. Если зентинель феромона появлялся еще в 2010 году, то сейчас, в последние 3-4 года, на рынок выходят два новых продукта. И Занет себя очень хорошо зарекомендовал. Мне понравился его эффект. Развесили 1000 штук. Чтобы вы понимали, вот эта одна проволочка, она заполнена феромоном внутри. И по количеству вещества – это как 100 феромонов, таблеток. Вот как 100 зентинель. Одна проволока. А таких проволок вешается 1000 или 800 на гектар. Создается просто облако феромона, и самцы не могут физически найти самок. Потому что насекомые живут в мире запахов. Они толком… Ну, если мы живем в визуальном мире, и у нас зрительный нерв в 60 раз кажется толще слухового, то у насекомых основной мир они воспринимают через как раз химическое восприятие зрения. Только там сколько метра, 2-3 в середине видит три коза, которые могут просчитывать на лету и хватать в полете жертву. То тута, я думаю, там особо далеко не видит. Но очень на километре слышит запах самки. В данном случае изонет делает полностью ослепляет их. Тутагель интересен тем, что более доступен. Если изонет он просто продается упаковками по 100 штук, то тутагель – это один шприц продается, и в принципе его хватает 200-300 феромонных точек поставить на гектар. И тоже очень хорошее облако создает. Это по яйцу трихограмма Ахея в карточках. Мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас появились свои, свои трихограммы. Но пока привозим с Англии. Что по ней? Развешивается через каждые 10 метров. Периферию нужно закрывать 70% по периметру, потому что там больше тут оскапливается. Это рекомендация для промышленных теплиц. В основном в Испании ее хорошо используют, там, где очень жаркий регион. В этом году я понял, с чем это связано, потому что у меня в Ростове макролофус была очень сильная жара, он умер в теплице. Если промышленные теплицы невысокие, и там, в принципе, какая бы ни была жара, натягивают штору, включился туман и сбивается температура, то туннели прогреваются выше 40 градусов, и макролофус за один день у человека погиб. Хотя он был довольным. В декабре до середины лета вообще не знал проблем. Он был счастливый, купил одну банку, размножил ее и не мог поверить в свое счастье. Пане Володь, извините, я перепрошу вас. Пять минут на ответ, а потом же вопрос будет. Час вопрос. Десять минут. Все? Супер. Дякую. Швейцарский препарат Тутавир. По нему сейчас много вопросов, спорных. Важное, что я хотел сказать. Это не химия. Это препарат, вирус. И его главная задача – заражать популяцию. И иметь очень хорошее размножение, чтобы он перезаражал. И у него есть особенность. Его должна гусеница обязательно съесть. Поэтому, как любой препарат, его нужно вносить пораньше. Как только вы на серомонах увидели лед Туты, и вы понимаете, что он у вас есть, вы можете даже использовать 50 миллиграмм на гектар, делать обработку раз в 7 дней. Если пасмурная – раз в 10 дней. Если очень много тонкой ультрафиолета – раз в 5 дней. Он боится ультрафиолета. У него есть два пути развития вируса. Первое – если его съела маленькая гусеница, то она погибнет. Если его съела большая гусеница, то эта гусеница выживется, окуклится, превратится в бабочку, отложит яйца. И все потомство, даже несколько поколений, оно будет уже заражено вирусом. И любая обработка или стрессовая ситуация, этот вирус просыпается и опять же убивает гусеницу. Это называется вертикальная трансмиссия, а то горизонтальная. Почему горизонтальная? Потому что гусеница не просто погибла, это жижа из вирусов. И во время дождя или обработки любой фунгицидной, опять же, у вас оно растекается с этой гусеницы, куча частей вируса. В любом случае, у вас вирусы размножаются, получается, как вредители тоже. Ну и решение для группы риска. Первое, что самое главное, это электроловушки повесить. Сейчас есть проблемные комбинаты, которые как раз находятся в непосредственной близости с тепличными поселениями, которые травят химии. У них это и тут и валом. Поэтому они уже дошли до того, чтобы вешать 70-80 вот таких электроловушек на один гектар. Видите, там вдалеке. И ночью, когда шмелевы уже не работают, закрылись улики. Оно, там идет цветобузыка, стреляют в тута. Очень удобно убивает из самцов и самок. Это тактический контроль. Еще могут туда феромон ложить вниз, чтобы усилить приманку или изанет. Так, это повреждения, примеры. 70-100 штук. Механический контроль сетки обязательно. По сеткам. Смотрите, тут отсюда чуть-чуть глуповатая, как показала практика. Ее задерживает даже обычная сетка, которая стоит у нас на окнах от комаров. Я это объясняю тем, что она летающая больше. Видите, они ползающие. Поэтому для того, чтобы пролететь в теплицу ночью, она пытается лететь в сетку. И когда у нее крылья раскрыты, она не додумывается в момент пролета через ячейку сложить их и проскользнуть. Поэтому, в принципе, она просто садится на сетку и сидит. Хотя физически, ну, по-правильному, ее как бы можно туда просунуть, в эту ячейку. Поэтому даже обычные сетки от окон уже у вас замедлят. Но лучше, конечно, ставить с ячейкой более крупной. Уже компания Sven разработала сетки, которые даже трипса не пропускают. И по воздухупроницанию все у них хорошо. Потеря там 50%. Вот примеры сеток, где есть трипс. И тут абсолютно лежит на сетке. Можете посмотреть. Через триптиса оно не пролезет. Это, в принципе, китайские аналоги. Поэтому очень рекомендую. Но учитывайте, если вы ставите сетку, у вас меняется аэродинамика, меняется весь климат. В этом нет ничего плохого. К этому надо просто адаптироваться и поменять подходы. Люди, которые поставили, у них были вначале проблемы с гнилями, но потом они это все устранили в правильной вентиляции. Они увеличили количество форточек и при этом сказали, что сэкономили на отопление. Инструменты. Итого, основа у нас. Макролофус, феромоны, извините, изанет, тутовир, электроловушки. Это самое главное. И усиление, если вот это не работает, то мы можем усилиться трихограммой, тутогелем и сетками. Почему я поставил усиление сетки вниз, а не в основу? Это я делал для теплиц-промышленных доклад. Поэтому для Одессы, для Каменки сетку надо вообще поставить на первое место вместо Макролофуса. Потому что Макролофус, к сожалению, у вас может не работать из-за жары. Разве что во второй оборот. Надо пробовать не останавливаться. Мы сейчас в этом году должны запустить, я думаю, все получится, программу, которая будет заключать договор с фермерами, ну, от нашей компании Биозащита, и идти как партнерская программа с нашей стороны. Вот что-то наподобие, как у вас было по купону, или по купону, как оно там называлось. Ну, грубо говоря, мы будем давать скидку хорошую на продукцию взамен на сотрудничество и видеоконтент. Нас интересует практически опыт людей, потому что, как правило показывают частные фермеры, не верят фирмам. Они говорят, что мы все обманщики и все хотим просто на них нажиться. Поэтому люди верят только себе, и мы хотим найти людей, которые подключатся, будут снимать про себя видео, рассказывать свой опыт, как у них получается внедрять или не получается внедрять биологию. Но мы всячески будем помогать для того, чтобы у них был результат положительный. Вот. В принципе, все. Моя почта контакты, мы открыты к диалогу, находимся в Днепропетровске, биолаборатория поставляют продукцию в разные страны, мы мощная компания и планируем идти и в Европу и везде. Поэтому ресурс для того, чтобы помочь есть. Не хватает только человеческого ресурса, потому что мы в основном на крупных комбинатах, потому что это специфика биолаборатории. Насекомые выросли, их нужно продать на этой неделе. Если мы их не продали, они погибли. Поэтому нам удобно работать с планируемыми рынками, когда это четкие планы. Это не дистрибьюция сеть, мы еще думаем, как помогать частному рынку. Но пока люди сильно верят в химию. Все, спасибо за внимание. Давайте вопросы. Я хочу где тут чат? Вопросы, ответы. Так, остановить. О, вот. Спрашивают, как стать участником программы, Володь, спрашивают. Как стать участником программы? Мы об этом сейчас думаем, разрабатываем договор, телефон, позвоните, будем общаться. Нам, мы ищем, чтобы нам было удобно туда ездить географически, чтобы география позволяла вам помочь. Где приобрести Тутавир? Заходите на сайт, пишите заявки, у нас, мы его сейчас даем на испытание, грубо говоря, потому что пока регистрации нет, мы работаем над этим, чтобы его зарегистрировать, можно было официально продавать. К сожалению, пока мы его не продаем. плотно сотрудничаем из Швейцарии из Швейцарии он начинает лететь в направлении молекул. Его рецепторы на усиках стоят, и там, где молекула прилипла, он чисто туда и летит. И где больше налипания этих молекул, он туда и летит. И он летит зигзагом, он вот так летит, но в какой-то момент он все равно прилетает к самке, потому что возле нее самая высокая концентрация молекул вот этого феромона. Понимаете, вот принцип, он летит зигзагами, но он ее находит. Изонет мы вешаем, у нас изонет воняет как тысяча самок в одном месте. И он просто заполоняет этими молекулами все пространство. И как бы там самка сильно не выделяла запахи, вот эта концентрация изонета, он быстрее к изонету прилетит, чем к самке. Они просто слепые, они не могут, ну, мы навигацию сбиваем, это как световая граната какая-то, которая ослепила и все. Тут прилетит и так на запах томата, потому что это будет питание, но спариваться и размножаться у вас она не сможет. Если самка прилетела уже оплодотворенная с улицы, она отложит яйца, но боятся, что вы изонетом приманите тут, нет, получается обратный эффект, я не знаю, с чем он связан, но там, где вовремя повесили изонет на всю площадь, на теплитах вообще исчезает тут, ее почти нет. Как это делать? Не знаю, возможно, самки, чувствуя, что очень высокая конкуренция и самцы просто улетают, у них, возможно, включается какой-то процесс природный, что вредители понимают, что здесь очень много вредителя, поэтому ему потом ловить нечего и надо улететь в другое место, где-то в другом месте отложить эти яйца, потому что тут просто все умрут с голоду. Возможно, это работает так. У нас в биологии и вообще в защите сейчас в теплицах мы намного опережаем, по крайней мере, в наших постсоветских странах, практика опережает науку, к сожалению, и поэтому ответы на эти вопросы чисто на опыте получаются, потому что промышленные теплицы сейчас намного как бы круче, и когда приводишь ученых или наших учителей туда, они в шоке от того, что происходит, потому что наши университеты этого не видели и не понимают даже, как оно там устроено. Так, то есть изонет лучше с электроловушками использовать. Сетка, электроловушка изонеты, вот это как бы супер, еще тутавир, чтобы получается ослабить популяцию, и уже вот это четыре таких будет. Ну и дальше препараты или биология. Как лучше обрабатывать томат по листу? Не понял вопрос, если это протутавир, то по листу, чтобы и сверху, и снизу был препарат. Там вопрос не как, а когда, Владимир? А, когда лучше обрабатывать томат по листу? Я не знаю, смотря чем, разные препараты, какие-то хорошо работает в холод, какие-то в это. Но по тутавиру надо выжидать дни, когда пасмурные, и работать в пасмурные дни. Он не любит ультрафиолеты, и чем больше будет пасмурных дней, тем больше частички будет лежать. Если это препараты там, как караген или веримарк, то в принципе утром, наверное, когда просыпаются. Утром или вечером? В зависимости от этого. Не знаю, по обработкам у нас работают, просто в теплицах работают и утром, и вечером. Утром, когда тепличницы ушли, и выходят химики, начинают обработки, или потом заходят рано-рано утром, когда начинается рассвет. На светокультуре вообще ловят момент, когда выключаются лампы, потому что при включенных лампах нельзя делать обработку. Или лампы лопаются, если межрядка, или просто ожоги идут от света. Поэтому в промышленных теплицах если мокрое растение будет уходить в ночь, наверное, плохо. Можно спровоцировать болезни. Но это лучше на Раузинове спросить. Ну, учитывая то, что тут абсолютно относятся к чешуи крылым насекомым. Все чешуи крылым насекомым это сумеречные насекомые, то есть активная фаза питания у них, самая активная фаза питания у них начинается в сумерках. Поэтому я думаю, что если нанести вирус, допустим, там, ну, не в сумерках, но нанести во второй половине дня, там, где-то после шести часов, семи часов, когда ультрафиолетовая активность падает, но у нас еще есть запас времени для того, чтобы адаптировался сам вирус на растениях. То есть очень быстро он будет работать, очень быстро будет на растении распределяться, и когда уже насекомые начинают активно питаться, они уже этот токсин, ну, вирус будут поглощать вместе с тканью. То есть, а учитывая то, что они более активно питаются все-таки в сумерках, то как раз в этот момент будет наиболее наибольший эффект. Просто единственное, что для теплиц используются все-таки опрыскиватели с малообъемным расходом жидкости, поэтому лучше настроить мелкую дисперсию, такой туман создать, чтобы это все не стекало, не намочить растение, чтобы оно было прямо не скупано, а лучше сделать такую обволакивающую обработку, распределить этот ну, хотела сказать патоген, вирус, распределить его хорошо на тканях, и тогда насекомое его быстрее поглотит и начнет он работать уже внутри насекомого. Я думаю, до восхода сонца уже там будет работать. Да, я тоже поддерживаю эту самую думку. Коллеги, у нас же час продавати слово наступной спикерке, пані Зинови Йллинський, консультант с химичного захисту. Я дуже дякую пану Володимиру Мошкину. Якщо у вас лишились питания, я думаю, пан Володимир, вы можете написать ваш контактный телефон рабочий у цей чат, и люди могут связаться или каким-то другим чином. Я быстро отвечу, быстро по трихограме. Смотрите, трихограму вносят, когда угодно, вы открыли карточку, с них выходят. Лучше рано утром. По прилипателям, можно использовать, можно не использовать. Я точно ответа и не понял. В принципе, не использовали по тутавиру. По макроловцу его лучше всего выпускать ночью, потому что он товарищ с крыльями, если у вас будет в теплице жарко, и вы будете его выпускать, он взлетит, и там у вас с горячими потоками воздуха вынесет на улицу, он лететь не сможет. Поэтому, когда вечером уже все остыло, нет вот этого сквозняка горячего из теплицы, вы его выпускаете, он слепой, ему темно, он сидит на листах, и утром с рассветом уже приходит себя и начинает искать себе еду или пару для дальнейшей жизни. Это вот по времени. Все, спасибо большое. Дякую, пана Володимир. Пані Зиновьев, вмикаєте вашу презентацію. Сейчас. Мы вас уважаем. ой, ой, чекайте, потерялась. Так, это упор на меня хочет. Ой, ну, ну, так, что-то у меня проблема. Мы бачим презентацію, слайд шоу, будь ласка, натискните. Зараз, зараз, так. Слайд шоу, и сначала. Все видно? Так. Так. Так видно. Так, значит, ну, как выглядит тут, я думаю, все знают. Дальше. Володя там более подробно рассказывал все вот эти вот периоды от рождения, переходные фазы, какая фаза, за какой идет, сколько ей там, какие температуры нужны. Я просто вам такую выделила колоночку, чтобы вы видели приблизительно сколько дней от, переходных дней от фазы к фазе. Для чего? Для того, чтобы контролировать частоту обработок. То есть, если мы семь дней, это идет у нас период лета и мага, значит, через семь дней у нас уже будет идти фаза яйца и фактически через четыре-шесть дней и будет выходить личинка. Поэтому дальше я даю препараты и на какие фазы они работают. То есть, действующие вещества препаратов, на какие фазы есть смысл их применять. Потому что вот это делать компоты, непонятно чего, смешивать все вместе с перепугу, это совершенно неправильный подход. Почему? Потому что есть такое понятие кросс-резистентность. То есть, препараты с совершенно разными названиями, с совершенно разными действующими веществами, но с одинаковым принципом действия. Когда мы это все в кучу намешали, естественно, мы получали резистентность уже сразу к двум действующим веществам. Или, во всяком случае, первая обработка это уже начало привыкания. Поэтому все смешивать в кучу нельзя. Каждый препарат имеет свое предназначение и использовать его нужно именно в ту фазу, когда он будет активен. Вот эта вот паника это совершенно ни к чему. Я хоть и занимаюсь химической защитой, не только химической, но специализация у меня химзащита, я сейчас буду вас отговаривать от того, чтобы химию применять против туты, потому что это совершенно практически бессмысленное занятие. и все-таки я уже имею опыт общения с теми, у нас еще в Киргизии есть проект по томатам, там тут абсолютно это вообще такой, знаете, вот этот непрошенный гость, который хуже татарина. Там его никак не могут с полей, потому что температура благоприятная, все условия благоприятные, там вот мы с ним тоже воюем в открытом грунте. Поэтому я вижу, что работает, что не работает по химии, могу вам сказать, что если вы будете с перепугу все смешивать и будете работать химией, но при этом вы не начали с сеток, не начали с каких-то механических ловушек, то вы это исключили, вы надеетесь только на химию, значит тогда тута будет постоянная вашей гостьей и от нее вы не избавитесь. Значит табличка фазы, сколько дней занимают, при какой температуре, сколько занимает времени. Ну и то, что я сейчас говорила, что есть просто ступени, вот эти ступени, которые никак нельзя, ни одну ступеньку исключить нельзя. Нужно следовать по каждой ступеньке подниматься, вот тогда вы сможете справиться с тутой. То есть какие методы? Механические это ловушки, это агротехника, биологические энтомофаги, биопрепараты и химические это химические инсектициды. То есть химические инсектициды я специально разместила на последнем месте, потому что это вспомогательная такая терапия, на которую надеяться не советую. Дальше вот такие я вам тут лестничку написала мероприятия по борьбе с вредителем. То есть ни одно из этих мероприятий я могу сказать, что у меня просто закончился слайд и я еще две ступеньки должна была дописать, но они не влезли. Поэтому начинаем с очистки теплицы. Если у вас была тута, вы не должны оставить ни одного листочка в своей теплице, все это должно быть вычищено полностью если на пленке прилипло, если упаси вас боже использовать бананки по второму кругу или вообще чужие бананки откуда-то брать, потому что это места резервации. То есть вторичное использование всех материалов, считайте, что если у вас была в теплице, значит она у вас точно есть. Все шпагаты, все колья, пленка котов в загибах пленки обязательно она резервируется, вся тара, неважно какая это тара, это пластиковая тара, это картонная тара, все это места резервации. Значит дальше, поскольку навешивание сеток это такая очень важная тема для теплиц, потому что без сеток вы не сможете изолировать себя от проникновения насекомого извне. А учитывая наши зимы, учитывая нашу безалаберность, потому что мы все растения больные, с личинками, с куколками мы вывозим на свалку, но никак это там не уничтожаем. Естественно все село свезло все на одну свалку, там благоприятно все обогрелось, согрелось в этих растительных остатках, перезимовало и потом эти непрошенные гости к нам летят целыми стаями. Дальше рыхление почвы. Почему рыхление почвы? Потому что куколка она зимует в почве. Естественно нужно ей вот это вот одеяло это с нее снять. Нужно рыхлить почву, стараться перемешать для того, чтобы вот то ложа, где она там легла и зимует, мы его нарушили и куколку вывернули. тогда есть вероятность, что часть насекомых вы просто таким образом уничтожите. Световые ловушки, липкие ловушки, то, что мы на них ловим мага и самцов и самок, Володя вам рассказывал. Липкие ловушки, они есть вот тут она любит желтый цвет, но в принципе неплохо летит и на черный. Поэтому липкие ловушки есть, они продаются готовые, можно изготовить самим, допустим, сделать липкий состав там типа садового клея или различные, ну, есть составы, там, с канифолью смешиваются, мажутся, есть готовые клеи, можно сделать эти ловушки, есть рулонные ловушки, которые растягиваются просто, вот пленка такая огромная, там, метр шириной, растягивается, на них отлавливается очень хорошо насекомое, именно имага. Дальше, феромоны, это мы отлавливаем самцов, рассказывала вам Володя, по поводу того, что феромон привлекает самцов, они попадают в ловушку и, естественно, мы снижаем оплодотворение, таким образом снижаем и количество в дальнейшем вредителей. Обработка мест резервации, места резервации, я говорила, это все, что есть, любые материалы, где можно спрятаться, это остатки растительные, это пленка, колья, шпагаты, ничего не используйте повторно, вредитель очень опасный, и если он у вас там поселится, то вот эта ваша экономия вам просто выйдет боком. Обработка рассады перед высадкой, там есть дальше у меня табличка, чем обрабатывать, я скажу. Так, сейчас я дальше немножко подвину, а то уже сама забыла, что у меня там дальше еще. Заселение энтомофагов и интегрированная защита, это уже когда мы работаем вместе энтомофагами и работаем вместе с химическими препаратами, которые можно чередовать с энтомофагами, то есть совмещать. Значит, начинаем. Места резервации, то, что я говорила, почва, тара, поддоны, шпагаты, загибы пленки, колья, шланги, агроволокно, то есть любая мешковина, все, что есть, это там будут обязательно куколки тут и останутся. Поэтому все, если у вас уже эта беда есть, не экономьте, лучше возьмите все это, поменяйте, то есть используйте новые материалы, потому что вы таким образом оттуда не избавитесь, вы все время будете ее там у тебя плодить. Для обработки, что мы можем использовать? Препараты я брала по рекомендациям, то, что рекомендуется странами, которые страдают оттуда давно, это Испания, это Турция, это Израиль, Америка, в принципе, тот же Иран, значит, анализировала действующие вещества для обработки именно вот такой, ну, для обработки материалов, ликвидационной обработки используют бифентрин, препараты Толстар, Цезарь, Балаза, он именно для обработки, то есть если у вас в теплице вы используете насекомых, то бифентрин уничтожает полезных насекомых, эндомофагов, поэтому использовать его там при живых насекомых нельзя. Дальше, делепан или дихлофос, фактически действующее вещество тоже работает оно как материальное вещество для ликвидационной обработки. Дельтаметрин Децис тоже имеет действие на как ликвидационный, но опять же любой из этих препаратов мы должны понимать, что куколка, если там уже куколка, значит они не могут проникнуть, потому что они контактные препараты, они не могут проникнуть внутрь куколки, то есть мы можем если зачищаем теплицу, пока у нас там еще вредитель активен, можем этим обработать, либо же можем нанести действующее вещество, и когда будет выходить из куколки уже у нас ну или там из яйца будет выходить личинка или же бабочка, но куколка в основном там бабочка вылетает, то есть эти препараты я так думаю, что мало что дадут, а вот когда идет выходит личинка, может быть эффект именно такой нокаут. Что я бы посоветовала? Я бы советовала аналоги винильных гормонов, то есть блокиратор синтеза хитина. Это вещества, которые нарушают процессы биологические вредители и не синтезируется хитин, естественно нарушается линька и насекомое не может перейти из фазы в фазу. Если брать по действующим веществам, можно феноксикарб, это препарат инсигарб, я знаю, что он довольно старый препарат, в Украине он продается, но как-то уже давно на садах его очень активно использовали против плодожорки. Значит, азодирафтин это очень хороший препарат, довольно новый такой для нас. Это чисто природного происхождения. Действующее вещество это масло дерево ним. Работает опять же как блокиратор, не дает, нарушает линьку. препарат немацаль ойкас ойкас это у нас в Украине я его не встречала, немацаль уже продают, ойкас не встречала, но видела, что Россия, Беларусь пользуются им, пользуются Казахстан им, то есть есть он и в Европе, есть в Польше, но действующее вещество азодирафтин. Единственное, нужно помнить, азодирафтин очень чувствителен к ультрафиолету, очень быстро разлагается, но очень эффективен. Он, если попал на насекомое или же попал на ткань и насекомое потом эту ткань поглотила, то работает практически моментально, идет нарушение гормонального баланса и блокируется гормон, который отвечает за синтез хитина. поэтому вот эти препараты это у нас фактически такие профилактические первые препараты, которые нужно давать для того, чтобы нарушить сразу цикл изначально. Если вот мы тут с Володей вместе поработали сразу, спасибо за помощь, мы тут посидели, подумали, как правильно распределить препараты, исходя из того, когда мы запускаем энтомофагов в теплицу и чтобы мы не навредили энтомофагам и был эффект. Видите, здесь у нас колоночка с левой стороны и совместимость с энтомофагами, поэтому мы давали сначала на начале развития, когда энтомофаги мы заселяем и они должны развиться, мы даем все препараты, которые с энтомофагами дружат. Дальше идет уже по нарастанию, но тут уже нужно контролировать, поэтому поскольку все наши сельхозпроизводители больше доверяют химии, чем биологии, поэтому вот таким образом построена схема. Обратите внимание, два препарата карраген и бэлт. Мы поставили их друг за дружкой, почему так я сделала, потому что карраген и бэлт, они хоть и с разными действующими местами, но это препараты идентичные, они работают одинаково. Следующий препарат у нас фактически Веримарк тоже, поэтому мы его даем через капельную систему, то есть он идет через капельную систему, довольно долго он будет держать, но повтор нужно сделать, то есть дубляжную обработку через капельную систему, и он у вас будет очень долгий период защищать растения. Стоит как сбитый самолет, очень дорогой препарат, но в принципе один из наиболее эффективных. Дальше караген препарат на основе хлорантрониллепрола получается нервно-паралитического действия, имеет парализующие такие функции, то есть он блокирует синтез натриона и мышцы не сокращаются у насекомых, то есть насекомые перестают, они не могут жевать, у них челюсти не двигаются, у них начинаются такие конвульсии, и насекомое может там еще, в зависимости от возраста, может еще несколько дней дергаться и извиваться, но на самом деле оно уже в агонии, потому что оно не может питаться. Работает точно так же и белт, поэтому только чередовать, не смешивать в кучу, чередовать для того, чтобы было хотя бы изменение вещества и через капельную систему если это вносим, то это по листу вносим. Если мы карраген делаем по листу, то рекомендую вначале давать через капельную систему его, а потом уже мокрые обработки влажные, но опять же смотрите не переусердствуйте, то есть не нужно постоянно одним каррагеном и постоянно одним белтом. Один раз карраген в трубку, второй раз белт по листу, потом через время карраген дали еще по листу и в принципе уже меняйте препарат. Значит следующий препарат тоже довольно такой эффективный, как вам сказать, я потом вам такую табличку покажу, насколько резистентность уже есть к этим действующим веществам. Пока проклеим, чем хорош препарат, это эмамектин, это химическое вещество, аналог биологического действующего, вещества биологического происхождения аверсектина, то есть вы знаете аверсектины это или там октофит, окторафит, в принципе вертимек тоже из этой же серии. Значит эмамектин это химическое вещество, но поскольку оно химическое вещество, оно более устойчиво к ультрафиолету, потому что все аверсектины они очень капризны по отношению к ультрафиолету, это производное вещество, производное лучистых грибов, бактерии так называется, значит мы их называем лучистые грибы, это токсин, который эти бактерии синтезируют, и вот его взяли, и он очень активно работает против большинства насекомых, но поскольку это вещество природного происхождения, очень нестабильных ультрафиолетов, поэтому если бы это был вертимек допустим там или актофит, я бы сказала работайте только вечером, когда нет ультрафиолета, амамитином можно работать в принципе не бояться ультрафиолета, но как и аверсектины амамитин имеет свойство работать при высоких температурах, он лучше работает, когда температура выше 18, чем выше температура будет 48, он будет работать лучше, чем он работал при 18. поэтому в наших условиях, когда у нас идет высокая температура в теплицах, можно таким образом работать и себя как-то поддерживать, проклеим это трансламинарного действия препарат, он не системник, надеяться на то, что он у вас будет в растении ходить и всех этих личинок выгонять нечего, он трансламинарный, он способен проникнуть на обратную сторону листа, создает такие небольшие резервуары под эпидермисом, даже под восковым налетом получается, и эти резервуары, вот когда насекомое грызет, оно к ним подходит и вот может таким образом получить летальную дозу. Дальше препарат спинтер очень эффективен, все его рекомендуют, спиносат. Можно по листу, можно под корень, но нужно учитывать, что если у вас там энтомофаги, то две недели, если мы работаем по листу, две недели нужен период ожидания, потому что можете навредить своим энтомофагам. Обращайте внимание, я тут пишу период применения, когда нужно его применять, в какой фазе, на какую фазу работает препарат, потому что не все так просто. Так, сейчас, секунду, я опять что-то, тут я двигаю, непонятно куда. Так, и дальше. Если вдруг случилась вау-катастрофа, если у вас там слет всех бабочек, которые только были в округе, значит, тогда придется уже закрыть глаза на насекомых полезных и спасать ситуацию. В этом случае у вас сработает препарат и снова называется Фантом Хлорофенопир. Очень такой эффективный препарат. Имаго снимает на раз, но и полезных насекомых тоже. У него довольно длительный период ожидания, целый месяц после него нельзя заселять энтомофазы. Ну и очень такой был эффективный, я знаю, по Киргизии мы спасались с препаратом АВАНТ Индексикар. Сейчас уже пошло привыкание, поэтому не увлекайтесь. что в норму, что за НАТО, то он и здраво. Так что работайте АВАНТом, ну если уже там ситуация такая, что нужно второй раз им сработать, можете второй раз, но желательно один раз за сезон, больше нет, потому что к нему уже привыкание. и вот неприятности с совместимостью точно так же. Один месяц для насекомых, один месяц для клещей, одна неделя для клещей полезных. То есть заселять насекомых, допустим, тех же шмелей или же кого-то из энтомофагов нельзя в течение месяца, а сквирского, допустим, клеща или там любого полезного клеща, так скажем, то не раньше, чем через неделю после применения препарата. Так, тут ребята со мной поделились, ребята эту схему применяли не в Украине, эта схема применялась в Казахстане, поэтому тут есть такой препарат Абирон, я написала действующее вещество внизу, у нас в Украине я не нашла его, спиромизифен, действующее вещество компании Bayer, ну, зная наших умельцев, которые везде все находят, на всякий случай написала, чтобы вот вдруг вам пригодится. Абирон, собственно говоря, он здесь применялся в этой схеме, потому что параллельно с тутой Абсолютой был клещ паутинистый и была белокрылка. Абирон это очень хороший препарат против этих двух насекомых. Поэтому ребята в комплексе работали, то есть они давали Абирон, давали проклейм, давали Ойкос. Ойкос это то, что я вам говорила, азодрехтин, препарат, который блокирует синтез хитина. Нормы тоже здесь написаны, но обратите внимание на даты, то есть они работали часто, вот тот период переходный из фазы в фазу, они его фактически сократили, даже обработки сделали так, чтобы давать новое действующее вещество или наращивать концентрацию действующего вещества, пока насекомое еще не перешло в следующую фазу. Ну и если учитывать Казахстан, там немножко с температурами пожестче, поэтому получается у них 4 дня между обработками. Ну сказали, что очень эффективно сработала схема и против клеща, против белокрылки, против туты. Ну и тут опять же вы видите, дальше мы работаем белт, ортус это у нас окорицид против клеща и обязательно добавляем паф для того, чтобы все это распределить, потому что окорициды, ну они добавляли паф, потому что окорициды они все контактного действия, нет системных окорицидов. Паня Зиновь, я обращаюсь, у вас еще 3 хвилины, на доповедь потом уже питание. Добрый, я закинчу уже. Значит, дальше, насчет того, что я хотела вас огорчить насчет резистентности, не знаю, огорчить или протрезвить, потому что все вот эти вот наши привычки все смешивать кучу и все давать сразу, вот смотрите, я вам просто написала карраген, есть уже резистентность, особенно в частных теплицах, то есть если комплексы еще там как-то это контролируют, частная теплица из-за вот этого перепуга и смешивания компотов, уже карраген, флорант, трониллепрол есть устойчивость, центры ниллепрол эксирель и веримарк есть устойчивость, флобиндозимбелт есть, матч есть, раннер, я не помню как в Украине называется, я опять же по совету тех, кто работает, им написала, не написала в Украине как называется препарат, значит, дальше намолт намолт работал раньше, сейчас тоже есть устойчивость, но намолт это опять же препарат из разряда блокиратор хитина, как и матч, у фенурон это тоже у нас блокиратор хитина, значит, дальше спинтер есть тоже уже устойчивость, проклеим есть устойчивость и индекс карб авант тоже есть устойчивость, то есть фактически из того, что я там написала в таблице применяйте, уже ко всему есть устойчивость, поэтому поскольку у вас регион свежий, еще нету вот этого вашей туты, пожалуйста, не нагнетайте, не смешивайте, лучше работайте биологией, биология это самый лучший выход, значит, биопрепараты, которые работают против туты, это препарат липидоцит, это бациллестурингензис, питовариант курсаки, это именно чистый токсин против чешуи крылых, второй бациллестурингензис, питовариант турингензис, это битоксибацилин препарат, он более такой расширенного спектра действия, он работает и против клеща, и против сосущих насекомых, и в том числе против чешуи крылых, но тоже содержит токсин, который очень имеет активность против туты, абсолютно. Препарат нарушать правила внесения, я вам здесь дала ссылочку на сайт биотехнологий, чтобы вы могли ознакомиться с более подробным описанием тутовира, ну и если есть вопросы, можете туда звонить. Значит, дальше, препарат метаризин, препарат баверин, это два биопрепарата на основе хищных грибов, эндомофагов, то есть фактически вот эти метаризин и баверия, два гриба, которые питаются, ну я буду простыми словами, чтобы было понятно, их еда, это как раз насекомые. Метаризин, это препарат, который может работать и на поверхности, и в почве, в почве работает замечательно, ищет все, что содержит липиды, и заселяется, и питается. Вот это вот наша куколка, которая сидит в почве и ждет, когда она вылетит, и на нее ничего не действует, потому что она неактивна. Если вы заселите туда метаризин, это будет ваш контроль куколки на будущий год. Значит, метаризину что нужно? На развитие в почве, для того, чтобы гриб разросся в почве, ему нужно три недели при температуре выше 18 градусов. Чем выше температура, ну то есть у него 18 до 25, тем активнее он развивается, но ему нужно влага и нужно тепло. Влага, тепло и органика, извините. То есть метаризин, когда есть еда, есть проволочники, медведки, там различные майские личинки майского жука, та же тута, кусовки, если есть еда, он очень быстро развивается, он очень быстро разбрасывает свои вот эти ловчие кольца, развивает, и потом он контролирует всех насекомых, потому что это его жизнь, снята его еда. Препарат баверин, это очень хороший препарат, заражает насекомое белым мускорбидозом, баверия, нет, розовым мускорбидозом, извините, метаризин, это зеленый мускорбидоз, а баверия розовый, а белый это у нас вертимек, ой, не, господи, не вертимек, сейчас, секундочку, забыла название, но неважно, значит, баверия, смотрите, что нужно для баверии, очень контролирует практически белокрылку, клеща, там, трипса, тлю, ту же туту, но для того, чтобы развиться баверии, и надо, чтобы в течение трех дней при температуре выше 18 градусов влажность была 90%, то есть вам фактически в теплице, чтобы развить баверию, нужно сделать такую сауну тепленькую, и тогда у вас баверия, если развилась там, вы ее уже уничтожить вряд ли сможете, она очень хорошо закрепляется, но у нее вот это вот есть проблема, то есть если вы можете в теплице создать такие условия и заселить баверию туда, то она будет вам контролировать и ту ту в том числе, ой Сергей, извините, я наверное залезла на вашу территорию, извините, села на любимого конька, значит, теперь я тут небольшую такую табличку привела, эффективность тут авира, нашла табличку, в Италии, в Сицилии использовали его, и вот смотрите, вверху показано на верхнем плане, там у нас идет именно совмещение, то есть вирус, когда он заходит в живой организм, он что делает, он пытается проникнуть в клетку, потому что сам он не способен выжить, если у него не будет белковой основы, белковой какой-то этой ниши, и он получается проникает в клетку, он начинает там развиваться, и потом он травмируя клетку, когда уже выходит, он травмирует клетку, и фактически убивает не вирус, а убивает то, что подселилось на эти травмированные ткани, и вот если вносить этот тутавир вместе с бетоксибацилином или с баверией, то мы получается сразу готовим агент, который поселится на пораженной вирусом ткань внутри насекомого, естественно, будет летальный исход значительно быстрее, и вот видите, по действию на трипса голубенькая вот как работает, ой нет, извините, трипс это вот оранжевая, это у нас чешуи крылые все, в том числе и совка, и это вот тутавсалюта, как работает тутавир на всех этих насекомых, то есть интересный очень препарат, советую приглядитесь, и вот тут я нашла информацию по поводу новинок, испанцы придумали такой препарат, называется экторин, это растительный, препарат растительного происхождения, перетрины, то есть опять же, из этого, из растений, скорее, в принципе, перетриум, из дамасской ромашки выделяется, но тут вот того же поля препарат, значит, что в нем хорошо, он микрокапсулированный, микрокапсулированный, и поэтому он может давать пролонгированную защиту от насекомого, потому что микрокапсула при касании насекомого микрокапсуле она лопается, и получается вот этот контактный эффект, он сразу практически действует на насекомое, но препарат, я говорю, это в Испании, это новый препарат, я вам просто его даю так вот, как новинку, ну, если вы у нас вот на все все можете, то может вам удастся его каким-то образом даже достать, ну, и мой лозунг, я с тутой абсолютно борюсь уже несколько лет, и поэтому вот эта лестничка, дорогу осилит идущий, а тут абсолютно усердный, если не будет усердия, не будете стараться выполнять все, никогда у вас не получится победить путу, она намного коварнее, чем вы думаете, поэтому вот так, не знаю, расстроила, помогла или обрадовала, но очень старалась, задавайте вопросы, сейчас я попробую включить чат, где он у меня, вопросы уже есть, у вас на вопрос остается 5 минут, так, да, так что, что тут такое, так, по идее оно тут начинается, ага, ой, так, давайте я помогу, рыхлить почву на какую глубину, рыхлить почву, желательно сантиметров 10, презентация доступна, да, обязательно, конечно, это же, презентацию я предоставляю обязательно, значит, еще там, еще я вам прикреплю к презентации, когда будем рассылать, я прикреплю более подробную статью про действия азодерахтина, я нашла очень такая классная статья, вам будет полезно почитать, чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело, обработать теплицу дымовыми шашками возможно? Ну, в принципе, это не помешает, но не скажу, что это даст большой эффект, наверное, больше эффекта даст внесение серы в почву, но, опять же, учитывая то, что там куколка и что она очень хорошо закрыта, то есть, такого большого эффекта ждать от этого мероприятия не стоит. Спросили в концентрации препаратов, которые были, но я думаю, это отдельно надо будет табличку это отдельно, я специально на этом не останавливаюсь, потому что очень мало времени, мне надо полтора часа, чтобы я вот это все рассказала. Спрашивают, где купить фантом, но я скажу так, что точно не в интернете и лучше покупайте у тех людей, которые вам гарантируют результат, но чтобы это был не просто фантом, который вы купили, а чтобы это было в комплексе каких-то мероприятий. Потому что подделок куча, и это не только фантома касается, это вообще всего. Ну да. Так, Володь, ну что там, я потеряла... Все, я прочитал, я все вопросы, что было, прочитал, если пропустил, тут обсуждали, откуда тут пришла. Тут просто комментарий идет, да, просто комментарий, да, да. Ну, в принципе, презентацию я вам предоставлю, предоставлю статью, может, еще посмотрю, что такое интересное есть по ТУТе, присоединю туда, чтобы вы больше понимали, с чем имеете дело. Теперь передаю уже слово Серегу Сергею. Спасибо большое, Зиновья. Я бы хотел бы тоже один вопрос задать, поскольку уже в этом году были у меня такие, как бы, контакты с производственниками относительно качества воды и какая должна быть pH воды и соленость или концентрация солей. Особенно для Одесской области это очень, как бы, актуальный вопрос, поскольку у нас вода, ну, не очень, не очень качественная и это будет влиять на растворимость препаратов или можно этим, как бы, это не учитывать? Ну, смотрите, у нас химические препараты это все-таки химические вещества. То есть, естественно, что в любой среде какой-то активной они будут вступать в химическую реакцию. Если у нас есть, конечно, особые там таблицы, даже есть такие, что каждое действующее вещество, какой pH ему нужен, но я сторонник того, что приведите воду к pH нейтральному, то есть от шестерки до семерки, сколько у вас там получается. Для того, чтобы вам сказать, чем эту воду привести, надо понимать, что у вас там с водой. То есть, это бикарбонаты, это натрий, это железо, это алюминий, что там делать, или там бор, или еще что-то. Поэтому сказать вам вот это примените, и у вас это получится, я не могу, потому что я не знаю, какая вода. Но сделав анализ воды, можно определиться. Дальше, ИСИ. Если брать ИСИ, то в любом случае, опять же, если концентрация солей там будет у вас даже полтора, это уже будет негативно сказываться, потому что есть в солевом этом составе есть элементы, которые будут реагировать с действующим веществом. Поэтому это может снизить эффективность, или же может быть еще опаснее, может в соединениях появиться какой-то токсин такой, который мы даже не подозреваем, и будет побочный эффект. Поэтому ИСИ для овощных культур рекомендуется, ИСИ воды, поливной воды, или же воды для обработок рекомендуется, чтобы ИСИ была, ну то есть электропроводность была не выше единицы. Единица это предел. Да. Я хочу как бы в добавлении вашего ответа сказать, что встречался был в хозяйствах Одесской области, где ИСИ превышало 3-4 единицы. Я могу сказать, что я в Одином, у меня есть там один мой такой фермер, у него 6,8 единицы, я ему говорю, лев, строите санаторий, потому что вам выращивать нельзя. Да, это так. Спасибо большое. Да, спасибо вам. Ну, теперь продолжает у нас Сергей, да? Да, Сергей Анатольевич, так, доктор севського спортерских наук и проведенный феховец из обучительства БТУ-центра. Прошу вас. Хотел бы сразу наперед забегти для наших слушателей. Я буду спілкуватися українською мовою. Чи не будет викликать у вас трудности относительно української мови? Мені так краще спілкуватися. Я думаю, що це не є проблемою і сьогодні в тому ж числі по нашому вебінару. І друге, чи бачите мою презентацію? Так, бачимо. Добре, тоді можна розпочинати, так? Так. Добре, перед тим, як уже будем говорити безпосередньо по Туті Абсолюті, я би хотів би буквально три-чотири слайди розказати про нашу компанію, компанію БТУ Центр. Це лідер вітчизняного виробництва мікробних бактерійних препаратів, які призначені для харчування рослини і захисту під час вегетації і в відкритому ґрунті, і в захищеному ґрунті. Хотів би зауважити на тому, що ми є виробниками цих препаратів, тому на базі нашого підприємства створена сертифікована лабораторія, яка виробляє ці препарати і є агрономічні відділи, які консультують саме виробничників щодо застосування цих препаратів, щодо контролю за їх діяльністю і надання рекомендацій по даному застосуванню. Серед наших працівників є лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки, є три доктори сільськосподарських наук, 15 кандидатів сільськосподарських наук, є мікробіологи з досить великим досвідом роботи в мікробіології. І ми, наша компанія співпрацює з багатьма науковими закладами, саме Інститутом мікробіології, вірусології ім. Заболотного Національної академії України, дослідними станціями або серіями дослідних станцій, а також навчальних установ. Ми за 21 рік нашої роботи в сільському господарстві працюємо над тим, щоби і відновити родючість ґрунтів, працюємо, як правило, і з господарствами органічного напряму і господарствами, які займаються інтегрованим виробництвом сільськогосподарської продукції. Наші препарати використовуються на понад 3 мільйона гектарів орних земель і наше кредо це говорити мовою фактів і досліджень, не рекомендувати неперевірені практикою та наукові рішення, тому ми стараємося говорити рішем факти. І останній такий момент, що наша лінійка препаратів, які сертифіковані і мають сертифікат органік стандарт, це біля 50 препаратів, тут ви бачите на слайді представлено на 19-й рік, вже в 20-му році у нас ще додатково зареєстровані два препарати, тому вже біля 50 препаратів мають сертифікат органік стандарт. І оці всі препарати, вони можуть працювати або окремо по своєму напряму, але вони можуть працювати і з групою препаратів, і ми називаємо таку групу препаратів окремо родючим ґрунтом, тобто робота пов'язана із поліпшенням ґрунту, захист і живлення, відповідно, це щодо захисту від шкідників хвороб, це мікоризація, стоп-стрес, відповідні препарати є, деструктори, які працюють лише по даному напряму. Маєть ми київський офіс в компанії, це місто Київ, є у нас лабораторія своя, як я вже говорив, наші автомобілі ви можете бачити практично на всій території України, вони мають специфічні емблеми свої, і ми можемо доставляти, якщо це замовлення йде більше, чим півтони, ми можемо доставляти навіть власними силами препарати. Тепер щодо нашого сьогоднішнього зібрання, або теми наших досліджень, то відтути абсолютно ми можемо рекомендувати деякі препарати, особливо це лепідоцит, бітоксибацелін, актоверм. Ці препарати є більш дієвими для боротьби із даним представником. Я за них дещо пізніше зараз зупинюся і розкажу за дозування цих препаратів. Якщо говорити про лепідоцит, моя спікер дещо коротенько розказала, що лепідоцит, як правило, ми використовуємо чи рекомендуємо для знищення гусениць більшої кількості узкокрилих комах. Основу лепідоцита це бациліс турингенсіс різновидність курсакі. Якраз є більш дієвим препаратом. Актоверм це комплекс природніх авермектимів, аверсектим в дозуванні 0,2 або 1,8% який в процесі життєдіяльності формує стрептоцит стрептоміцис евермітіліс. І актоверм формула забезпечує захист рослин від комах шкідників, має подовжений період дії, не викликає звикання у комах шкідників. І представлені їхні дози для застосування у відкритому і закритому ґрунті. Також поєднані з нашими препаратами обов'язково ми рекомендуємо наш прилипач липасам, який досить добре справляється із тим, що закріплює ті чи інші препарати на поверхні листа і забезпечує захисну дію або інші умови росту і розвитку рослини. Тепер вже перейдемо безпосередньо до тематики нашого сьогоднішнього зібрання. Я би хотів би наперед сказати ось у цей цикл розвитку тут я запозичив у сьогоднішнього нашого спікера Володимира Мошкіна тому це його розробка я надіюся це його розробка він тут якраз показує або зауважує на тому за яких умов може розвиватися тут в умовах закритого ґрунту і звичайно в цьому році ми досвіду як такого до цього року практично не мали щодо боротьби із даним представником а ось уже в цьому році в умовах Одеської області це Новосельське Ренійський район якраз були проведені певні внесення наших препаратів які показали ефективну діяльність у своїй роботі ну перш за все хочу представити вам дані які ми побачили на початку те що уже існують певні ознаки наявності тут в тепличних умовах під час вирощування помідор як вони розвиваються як тут може пошкоджувати і листкову масу черешки листя подальшому може пошкоджувати і плоди особливо зелені плоди бачите розміщуються у нас феромонні пастки і результат успішної діяльності в лапках назвемо успішної діяльності цього шкідника який практично міг би знищити всі насадження помідор під час вирощування тому до нас звернулися були виробничники із проблемою зробіть або порекомендуйте що можна з ваших препаратів рекомендувати у боротьбі із даним шкідником ну по-перше якщо є вже масове заселення а таке ми на жаль застали в цьому році у цих виробників ми запропонували їм нестандартний підхід і тому ми рекомендували їм актоверм концентрації 1,8% разом із поєднані з нашатирним спиртом трьохвідсотковим або десятивідсотковим тобто виробництво у нас або промислове в аптеках ви можете знайти трьохвідсотковий або десятивідсотковий нашатирний спирт і таку концентрацію або таке поєднання двох назвем препаратів або фактично це актоверм 1,8 наш актоверм 1,8 і нашатирного спирту в дозуванні які представлені або актоверм 1,8 це 150-200 мл на 10 літрів води а нашатирного спирту залежно від того яка вас буде концентрація або це 10 мл у випадку трьохвідсоткового або 3 мл у випадку 10% спирту і в такому випадку необхідно чи ми обробили один раз таким такою сумішю і через 4-8 діб ми обробили наступні рослини або ці ж самі рослини іншими препаратами бітокс і бацелін лепідоцит актоверм 1,8 і за допомогою прилипача ми їх закріпили на поверхні листа концентрації тут показано цих препаратів які використовувалися в 10 літрах води і такий захід ми провели двічі що це нам дало що ця схема дала по-перше ми повністю в даній теплиці ми знищили туту і керівник міг успішно отримати урожайність помідор проте досить скомплікований наступний графік але я хотів би зазначити ні в якому разі не можна боротися з шкідником який вже є верніше боротися потрібно але приступати треба профілактично лише в тому випадку коли є вже ураження якщо ми говоримо за комплексне застосування препаратів то звичайно я підтримую думку наших спікерів попередніх спікерів про те що треба початку розпочинати від обробітку грунту від того щоб очистити винести всі рослинні рештки які були від попередньої рослини і в комплексі з фунгіцидною групою застосовувати інсектициди обробляти чи застосовувати грунтові наші препарати екостерн або деструкцію застосовувати використовувати стимулюючі наші препарати які містять мікро- і макроелементів мікро- і макроелементів і ось оце в комплексі може нас забезпечити від уникнення тути абсолюти і якби на останній своїх етапах моя доповідь буде не така вже досить велика як попередню але я би хотів показати вам наступні моменти те що від застосування біопрепаратів абсолютно не накопичується вміст нітратів у плодах помідор на цьому слайді правда тут на цьому слайді показано помідори відкритого ґрунту при застосуванні комплексної системи але такі самі результати ми отримали і при вирощуванні помідор у закритому ґрунту тобто у контролі де існувала технологія господарства нітратомір наш показав вміст нітратів плода від 110 до 170 міліграм на кілограм продукції при нормі 300 міліграм у наших дослідних ділянках чи на наших дослідних ділянках вміст нітратів не перевищував 80 міліграм на кілограм продукції таким чином ще раз підтверджу що застосування препаратів компанії БТУ Центр не сприяє в накопиченні нітратів у продукції ну ось така коротенька моя доповідь надіюся я дещо скоротив час своєї доповіді для того щоби можливо отримати запитання і відповісти на них по цих запитаннях отже питання є по такій схемі і роботали і як по такій схемі по такій схемі ми ще раз повторююся у селі Новосельсько у Івана Андрійовича Мардера працювали за цією схемою яку я вам озвучив і тут абсолютно ми не бачили Сергій є питання мого колеги Андрій Докторух Добре Добре Взаємно Підкажіть будь ласка по ґрунтовим шкідникам чим краще застосовувати з ваших препаратів це проти дротянки капустянки Я зрозумів Андрій Андрій так Андрій в цьому році в 2020 році у нас зареєстрований новий препарат саме ґрунтовий препарат метавайт називається правильно ви сказали це від дротяників це від медведки і від личинки травневого хруща Даний препарат ми рекомендуємо застосовувати восени на глибину тобто ми оприскуємо зверхи по поверхні ґрунту розчин даного препарату далі фрезою або якщо це відкритий ґрунт проводимо оранку або фрезування і ми пов'язуємо дію даного препарата із біологічними особливостями розвитку даних шкідників в даний період ці шкідники уже уходять на глибину скажімо до одного метра в зимуючу фазу на глибині 15 сантиметрів бактерії нашого препарату поширюються створюючи таким чином якби захисний екран і з підняттям температури ґрунту вище 5-8 градусів личинки дротяників медведки починають рухатися до цього екрану і бактерії вони підпікають черевце даних скажімо шкідників і вони уходять оскільки їм некомфортно в даному середовищі працювати вони уходять із даного ареалу даного скажімо даної місцевості в інші де бактерій таких немає ось принцип дії або результат роботи даного метавайту тому восени після завершення циклу вирощування попереднього після збирання рослинних решток на поверхні грунту ми рекомендуємо застосовувати метавайт по-дальшому фризування ну і всі технологічні операції які пов'язані з підготовкою грунтом знесенням добрив і так далі всі повинні бути дотримуватися зрозумів дякую чи це буде альтернативою антихрущу тому що часто його застосовують цей препарат я думаю що так я думаю що так особливо мої колеги з садівництва це Володимир Сіленко це Іван Маковкін якраз вони також стикаються з шкідниками хруща і тому вони рекомендують саме на ягідних рослинах застосовувати даний препарат що стосовно напряму овочівництва у вас в Одеській області працює мій колега до речі він є також присутнім на даному семінарі це Віталій Володимирович Фасоля його досить багато виробників знають по Одещині він також в своїй діяльності при зустрічах із виробниками рекомендує до застосування даного препарату в тому числі і ця схема яку ми представили також є якби його ініціативною ініціативою це дуже добре тому що в нас велика проблема в теплицях з біометодом зі старту антихрущ і все на цьому ну тому можна в цьому плані працювати досить успішно і я думаю що якраз ну поєднані з вашими досягненнями з вашими думками ми можемо цю систему біозахисту навпаки удосконалити або розширити щоби і від хруща і від тути в нас чи виробничники не мали жодних проблем дуже добре дякую Сергій Анатольович дивіться тут ще питання по туті від Володимира тобто вказана схема кожних 4-8 днів в період цієї вегітації томатів спочатку появу імагу можна застосовувати Тобто в даному випадку 4-8 днів це уже йде як профілактика після ось отої стресової ситуації коли нам треба було якби знищити личинку яка ну або період коли йде відкладання яєць і до формування личинки яка може зайти всередину листка це якби конкретно ми працюємо з отим актовермом з концентрацією 1,8 а після цього уже профілактично будем обробляти бітоксібациліном чи актовермформулою липідоцит уже із прилипачом тому що треба ці препарати закріпити на поверхні листа до речі я чомусь упустив але мої спікери наголошували я цілком підтримую їх що обробляти листок треба з обох сторон і з зовнішньої сторони і з внутрішньої сторони листка обов'язково бо інколи на це виробничники не звертають увагу обробляють лише поверхню листка нижню сторону якби в цьому випадку вони або опускають або не придають цьому великого значення тому обробіток повинен бути із верхньої і з нижньої сторони листка через кожних 4-7 днів дякую можу я згодати питання від себе до всіх спікерів чи має сенс будівництво нетхаусу на другий третій оборот на півдні України на вашу думку тобто повністю стічатих теплиць під томат як ви вважаєте враховуючи те що у нас за останні роки роки з тут відбувається то я думаю що це один з цих заходів які би хотілося зробити того що ми не зможемо справитися з тут тільки хімічними засобами і тільки біологічними засобами якщо не буде якихось карантинних таких заходів в предприйнято щоб тут не розповсюджувалось щоб вона не мігрувала тому я думаю що це це дуже потрібно не зможемо справитися без цього сітки це одне з таких один з таких заходів який допоможе її контролювати а нетхаус буде одноразовий ну дивіться я думаю що нетхаус має бути ну як зроблений на постійній основі тобто він має бути на кілька років просто що в ньому неможливо буде вирощувати перший оборот томат а тільки там з другого другий там і можливо третій я не знаю то заплановано робити неодноразовий і з цього витікає наступне питання а чи знаєте ви виробників сітки в Україні потрібного розміру тобто там 25-50 меж яка б захищала від тути ну там хоча б на 90% ми розуміємо що тут там може відкладати яйця вони можуть провалюватися крізь ці клітинки і потрапляти до теплиці так на 100% навряд чи зможемо захиститися однак зможемо надати рослинам потрібну вентиляцію і кисень ось тобто чи знаєте ви виробників я не підкажу не знаю виробників тут може ми їздили на Гринтеч та Гоновер Амстердам і Германі то іскали там сетки Китай в основному і Іспанія я знаю раніше ми возили із Ізраїля сетки Ізраїль там різні калібри є мелкі навіть на Трипс ми продавали доволі активно зараз підказати производителям в Україні навіть не підкажу напевно українського виробника немає а от дійсно Ізраїль і скоріше всього Китай це ці виробники Ну я скажу если соединить ізонет потом бактериальні препараты і тутавир то в принципі вот эти ну оно може на больших площадях людям помогать потому що феромоны будуть дезориентировать бациллы вирусы вони спокойно распространяются тут вопрос убрать или поменять химию потому что открытый грунт они экономят они начинают сильные препараты использовать которые убивают всех полезных насекомых і делают невозможным просто пересмотреть стратегию потому что вот у меня был опыт там и малину мы защищали несколько гектар банально человек поменял просто препараты і у него прилетела там куча бесплатной золотогласки налетели журчалки налетели всякие хищники там другие которые взяли под контроль а мы все что сделали там убрали у него сильную химию он поменял там тысячи бесплатных полезных насекомых которые готовы выполнить свою работу и миллионы всяких микроорганизмов которые тоже будут работать главное чтобы мы им не мешали да я погоджуюся с думкой Володимир но я хотел бы також уже в этом году подтвердить что когда тута вийшла из теплицы то вона перекинулася на картоплю и картоплю вона пошкодила досить добре пошкодила но погоджуюся с этой думкой что там есть и инши скажем шкодники тут которые могут ее контролировать и обмежать абсолютно полностью количество ее на на тих рослинах открытого грунта где она может оселиться все клопы яичники будут ее есть макрофус питается яйцами и он не один в своем роде там этих клопов тьма и они с удовольствием будут питаться яйцами и трихограммы тоже они же не под вид подвязаны они под размер яйца трихограммы тоже будут если есть работать поэтому шанс есть у нас вообще мы разрабатывали идею каменку дронами засыпать договориться с депутатами какую-то программу чтобы они у себя купили дрон он там в Китае сейчас продается и просто раз в неделю сыпали трихограмму даже самую обычную какую-то над полем ну над всей площади это по сути это там 3000 гектар это не так уж много потому что у них главная проблема это свалка где свозит весь район листья отходы и там тут оставляется между собой по поводу свалки может сработать такая система просто вот эти вот свозят но это надо организовать и обрабатывать тем же липидоцидом если бактерия там будет развиваться там органики достаточно тепло там будет влага там будет и сама бактерия она будет развиваться и будет контролировать вредителя уже в резервации ну ну тобто треба сделать великую компостную яму чтобы этим занимались дейсно тобто оно будет компостироваться и бактерии будут работать и это все утилизироваться природным шахом нужно объединять потому что у меня есть группа я сделал тут астоп чтобы писать какие-то практические советы не отвечать постоянно на одни и те же вопросы и написал напишите пожалуйста какие вы использовали препараты в каких концентрациях и у кого работает что не работает в итоге никто ничего не написал просто обсудили в чем разница лепидоцит и детокси бацелин и я это сделал не в одну группу а в пять разных групп ни в одной из групп никто ничего не написал поэтому ну как бы тут посыл такой что если у людей есть проблемы вы должны объединяться вокруг этой проблемы а не по принципу АБС одна бабка сказала бежать в магазин и работать пять лет назад я в Каменке питался людям помочь ну я был безработный и там потратил все лето чтобы помочь перевезти их на биологию и защитить от белокрылки то несколько людей бесплатно я их сопровождал они начали делать потом им магазины подрассказали что зачем вы покупаете насекомых зачем вы тут их выпускаете мы со своими не можем справиться вы что-то завозите и в итоге как бы я приезжаю и они все убили химией потому что им так посоветовали техника АБС она опасная одна бабка сказала все друг другу советуют научного подхода нет контроля нет что делать с этой ситуацией не знаю рассчитываю на туту что тута всех переведет на биологию ну как бы я еще год назад в Каменке на выступление всех поздравил говорю вы приплыли теперь у вас путь только в интегрированную защиту или огурцы хотя на огурцах западно-цесточный трипс тоже не самый слабый сейчас про туту говорят но есть западник который выедает и перец и огурцы поэтому если посадите огурцы их съест трипс в этом нет спасения я помню тоже роки там четыре чи пять может назад выступал тоже попередживаю за туту поэтому это я выступаю значит в Каменке Днепровской только появилась эта проблема первый год они меня пригласили я им рассказываю объясняю что нельзя вот эти вот лестничку эту показываю значит они мне в конце говорят вы вот это все фигня вы вам скажите чем опрыскать чтобы она сдохла и все я говорю я им объясняю вот смотрите я борюсь с лишним весом и вот когда я выполняю все что мне рекомендовано у меня все замечательно все уходит но если я сижу целый день за компьютером даже на диете но не иду в спортзал то мой вес где был так и есть я говорю так и с вашей тутой пока вы не поймете что вы должны начинать с сеток с обработки земли и все все по ступенькам идти и тогда вы что-то сделаете если будете надеяться что вам сейчас чудесное средство какое-то порекомендует вы побрызгаете и все пройдет то я вас поздравляю скоро у вас тут и будет тут немеряно вот прошло уже 4 года и уже 5 пошел и уже тут и немеряно Каменко-Днепровская Водина там вообще просто туши свет фактически певдень Украины Херсон Николаев Одесса уже есть Херсон Николаев там уже тоже второй год третий даже год и вот теперь Одесса она даже в Новосибирске уже Новосибирске понимаете мы ее так хорошо подкормили что она теперь ничего не боится уже ей уже все равно и то что у вас в Одессе вот вы говорили что у вас она только появилась она уже прилетела со своим рюкзачком резистентности это не какая-то новая тут и в природе в наших экосистемах нет она завозная это где-то какую-то бананку кто-то привез с Каменки поэтому поздравляю вас тут уже ну как бы с историей Каменки и вот эти все препараты они у вас тоже работать не будут ну да там уже генетика все это зафиксировала и уже поколения там такие готовые к вашим всем этим препаратам причем она уже прошла и Израиль и Испанию и Турцию в Каменку завезли из Турции привезли из Турции помидоры и все и Каменка потом эти ящики растянула себе по домам и заразила себе все а как Володимир говорит что уже в Новосибирске вона есть где там умовы абсолютно ну я розумею там закрытый грунт там очевидно умови комфортные для неи если уже в Новосибирске есть то понятно что вона уже будет поширюваться и дальше не только в Одесскую область вона уже может идти и в центр Украины и дальше будет продолжаться тем больше если мы спостерегаем какие климатичные умовы у нас у нас была минулая зима ця зима вона достаточно тепла малоснежная не вымерзли много шкодников и тому сейчас такая скажем ситуация у нас есть в основном защитники учат давай посмотрим мы начали гребстись на вид обычная грязь вот комочки грязи он берет раздавливает а оттуда хоп ну как бы это была личинка туты когда гусеница попадает на почву она из этой своей слюни делает кокон и он вообще ну это просто гранулка земли и отличить ее нет она может где-то в щели в какие-то влезть еще что пока гусеница но вот когда она окупилась уже все это максимум она в трещину падает поэтому вот рыхлить и закрывать почву чтобы ее не было а если туда еще внести метарезин в эту почву и там он будет работать гриб очень конкретно будет работать и против всех этих проволочников медведок хрущей и против туты в том числе поэтому кстати да вот по нематоде Андрей добавил мы сейчас запускаем нематоду в производство энтомопатогенная нематода в гринтолке недавно Оскар Камбарович Ахатов выложил фотографию гусеницы туты-абсолюты и внутри кишит нематода нематода то в принципе это для меня есть доказательство того что нематода работает потому что до этого я сомневался ну как-то мне было непонятно если потрип сюда то как она там в эту гусеницу но видать залазит потому что он нашел увидел сфотографировал поэтому в принципе вдобавок к медитарезиму еще можно будет проливать нематоду но пока она дорогая английская я думаю в ближайшие там месяцы я думаю к следующему году мы запустим производство как раз в Днепре нематоды и шмелей у нас будут производства поэтому рассчитываем что хочу объяснить просто нематода не имеется ввиду фитопаразитическая нематода имеется ввиду энтомопаразитическая нематода то есть это не то что будет потом разные разные нематоды это энтомопатогенная нематода смотрите как нематода проникает она выделяется фермент который растворяет патикулярный слой и тогда она внедряется внутрь и начинает там в этих условиях влажных с достаточным количеством питательных веществ она начинает активно развиваться а тут вопрос металлизим кивсяков победит кого кивсяки ну черные такие ну фактически все липиды содержащие насекомые это еда металлизина все что содержит липиды это все его еда то есть он не перебирает ему вкусно просто панцир у него твердый а как раз получается как работает металлизин он вот эти ловчие кольца он потом выделяется такой фермент и начинает растворяться панцирь вот точно так же на медведке он работает там тоже панцирь не меньше и да и потом впрыскивается туда ну этот гриб растворил панцирь и дальше он апрессорий туда запускает начинает разрастаться и потом он покрывается насекомое таким зеленым налетом такой зеленый как засахаренный фрукт и потом из глаз из там всех отверстий выбрасывается опять эти гифы и начинает выстреливать и таким образом гриб дальше развивается он очень неактивно он может если у него еды достаточно он может большую территорию достаточно короткие сроки оккупировать совет берете собираете в баночку кифсяков колорадских жуков заражаете это все метарезимом он когда зацвел взбиваете блендером и вносите это как раз уже прожорливый метарезим разор это уже на крайний случай он может выстреливать очень далеко выстреливать споры и поэтому он заражает довольно большую территорию ну в смысле распространяется поэтому его нужно внести и дать ему нарасти потом он очень хорошо а если тем более будет закрыта пленкой не будет доступа ультрафиолета мы не будем это все переворачивать мотыжить и будет достаточно влаги воды и еды он очень быстро разрастает если против нематоды есть такой препарат замечательный называется нематафагин это на основе гриба артроботрис тоже он заселяется в почку создает липкие ловушки и точно так же контролирует нематод в том числе он на выделение нематод он туда направляет ловушку там где есть выделение и реагирует даже когда из цисты ну когда у нас идет нематода как она называется галловая когда выходят из гала личинки а личинки из гала они же там плотно сидят там непроницаемая оболочка их достать невозможно выходят они только на в том случае когда начинают выделяться корневые выделения родственных растений то есть растений которые нравятся нематодам и вот получается в этот момент если заселен там металлизин и личинки из гала выходят начинается активное выделение корневой системы допустим клубники или там огурца и нематода выходит личинки выходят из гала и если тут же артроботрис находится в почве то он моментально всех этих захватывает в такую липкую ловушку и получается начинает врастать туда внутрь нематоды и питается содержимым растворяет ферментами растворяет содержимое нематоды у меня целый фильм есть я когда-то его на чесночном форуме показала там люди все начали жалеть нематоду потому что он просто жестко работает он так растворяет все внутри и потом вот этим вот питается нематода такая высушенная оболочка остается так что биологии намного эффективнее работать и это перспективно химия в всяком случае против туты это точно точно не вариант химия проще просто людей приучили это привычка калья главное что это намного дороже и намного короче период действия мы не понимаем нам жалко сразу на сетки выбросить нам жалко на энтомофагов жалко на биопрепараты все это дорого ну и не верят поэтому я когда-то и в каменке выступал тоже и в вот в одесской области выступал и опять же на вот таком же примере как вы говорили зиновия тоже рассказываю если у человека заболит зуб мы что сразу идем идем к стоматологу и теми препаратами химическими препаратами он делает лечит нам а потом он говорит чтобы вы ко мне не ходили надо так профилактически два раза в день чистить зубы или там какие-то там другие делать операции чтобы у вас зуб ну как бы был более более там устойчивый то же самое относится и к биологии и к выращиванию растений профилактически надо делать абсолютно правильно вы сказали биологические препараты они намного дешевле чем уже аврал когда есть аврал тогда уже применять химию ну на жаль фермеры не воспринимают эту профилактику они готовы делать сейчас когда уже все горит ну потому что они борются с последствиями не борются с причиной а борются с последствиями поэтому это всегда дорого и всегда малоэффективно да вы правильно вот вот ту лесенку и первые шаги это действительно растительные остатки почва далее там вот эти каркасы пленку надо все обрабатывать а на самом деле фактически этого на это никто не обращает внимания у меня есть такие семинары я читаю значит по подготовке теплист в зиме и когда я начинаю рассказывать людям что нужно начинать с того что если вы не меняете пленку используете второй раз значит вам нужно помыть пленку они говорят где вы такое видели я говорю это правильно потому что все биологические вот эти вот остатки они как раз являются средой для развития патогенной микрофлоры допустим белокрылка она же в загибах пленки где все все вот это вот есть какие-то уголочки или не дай бог деревянные конструкции то она же там и остается поэтому вы с ней не можете справиться но они говорят что где вы видели что пленку мыли но надо так делать проще не делать проще потом говорить ой помогите что же нам что же нам делать как спасать вредители это еще не самая главная проблема сейчас промышленные теплицы у них бушуют вирусы бактериозы это не только в теплицах у нас открытый грунт весь вирус а почему открытый грунт там тоже бактериозы вирусные заболевания полным ходом ну вирусное заболевание это у нас что у нас не системная борьба с насекомыми нет не семена абсолютно не системная борьба с насекомыми сосущими потому что переносчиками вирусов являются сосущие насекомые и сосущие насекомые поскольку у них места резервации зимовки совсем не на поле нашем они зимуют там где как раз вирусы тоже находятся их места резервации допустим там на или на лободе или на злаковых культурах в зависимости от того кто кого поймал и потом это они нам приносят на поле то есть нужно бороться с насекомыми раньше помните в советские времена кто работал ну Володя не знает а вы наверное Сергей знаете как мы делали краевые обработки мы обрабатывали вот заходили просто посадки все вот эти вот края полей мы обрабатывали краевую обработку делали обязательно это каждый год обязательно было да и таким образом мы как раз из мест резервации не пускали вредителя в поле а сейчас когда ты им говоришь ну одним крылом пройдите опрыскивател и брызните эту посадку или там брошенное поле вы себе этим сократите ту же цикаду те же там трипса и тлю они на меня смотрят что ты нам говоришь нам не так дорого ты тут еще рассказываешь нам посадки обрабатывать или там допустим я рассказываю цикл развития тли я им рассказываю что тля она живородящая такое насекомое то есть она не откладывает яйца она постоянно просто отрождается ну без без обкладки яиц то есть яйцо идет только откладывается отрождается в конце сентября самец потому что вся популяция она идет только из самок и только в конце сентября отрождается самец и в первой декаде октября откладывается яйцо а скажите мне кто из вас работает против тли в конце ну в конце сентября кто опрыскивает против тли никто не опрыскивает а потом откуда она берется ну откуда мы ее сами отправили на зимовку в достаточном количестве ну очень-очень сложно пока пока приучить потому что все начинают ой это дорого когда начинаешь им раскладывать раскладывать экономическую эффективность то получается что это дороже покупать все что советуют в магазине лить непонятно куда и вызывать резистентность у насекомых которые потом нам говорят спасибо мы уже новые прилетели к вам обновленные так я уже так по-моему уже все болтаю болтаю там люди нас слушают да вообще-то да тут еще мы переписываемся извините пожалуйста мы уже ошли от темы решили побеседовать надеемся что вам тоже интересно очень много позитивных отзывов к спикерам много благодарят достаточно все очень информативно прям приятно читать так что спикер вам огромный мы очень рады потому что старались вы знаете это тут абсолютно это проблема наверное всех поэтому и не только производители это проблема наша потому что к нам обращаются и ты понимаешь что ты не знаешь что посоветовать потому что тут же ты ожидаешь уже что сейчас вот это вот мне поставят блок я рассказываю вам вот это вот это вот надо а люди сразу ставят блок так вы нам это не рассказывайте дайте правильный ответ а правильного ответа нет такого одного ответа это целый комплекс целая вот такое лист огромный. Причем комплекс, который нужно делать с самого старта, но нужно принять решение, что мы в это идем. Почему мы хотим сейчас сделать программу, что люди будут подписывать договор, что они там соглашаются делать опыт, что они будут там каждую неделю, грубо говоря, снимать себя на телефон, минстрин, я сделал такой-то отчет. И сделать отчет, который будем выкладывать в интернет для других людей. Потому что большинство людей боится делать опыт. А эти, как бы, я думаю... И наша еще беда в том, что наши люди не умеют кооперироваться. Они каждый сам себе... Тоже приведу пример из борьбы с колорадским жуком советских времен. Помните, да, Сергей, как нам раздавали всем вот этот метафос или карбофос там? Просто каждому двору раздавали и в один день все обязаны были работать. Просто все село там... Должны были обработать. Да, все должны были в один день обработать. И мы контролировали этого колорадского жука. Он тогда был под контролем. Потом все это вот... И точно так же с этой тутой. То есть нужно уметь кооперироваться и решить, мы ее из нашего села хотим изгнать. И вот работать тогда уже кооперативно вместе. Договариваться в один день, понимать, что в этот день мы работаем вот этим препаратом и больше ничего не используем. В следующий день мы работаем вот этим препаратом и ничего не используем. Или там заселяем энтомофага, значит, заселяем везде его. Чтобы не было такое, что тут заселили, а тут его травят уже. Ну вот, это мое мнение, конечно, но уже имея достаточно большой опыт. Вопрос в чате. Если рядом соседняя теплица через метр, мне опыт делать. Ну, можно, во-первых, сетку поставить, и вы достаточно сильно уберете от соседей. А второй момент, вы можете с соседями объединиться, потому что это будет проще и по логистике, и по закупкам, и по всему. У вас проблема одна, и там что-то скрывать от соседей только хуже будет, потому что из-за глупости соседей потом вся ваша работа может уйти на нет. Но вы всегда можете защититься, поставить сетки, и вы, в принципе, будете уже более-менее защищены. Возможно, возможно, всех объединить, было бы желание. Они, как вам сказать, они могут за вами пойти. Не обязательно, что вы придете и скажете, давай со мной объединяться. Но вы можете показать примеры, когда у него будет стоять съеденная теплица, а у вас будет зеленая, то они сами придут к вам и скажут, как ты это сделал. А вы скажете, вон бегают клопы, вот тут вирусы, вот это все, он скажет, сумасшедшие. Какие вирусские клопы. А вы их заведете в теплицу. Вот это вот клоп, вот это вот вирус, вот это вот метаризин зеленый тут расцвел. И все. У меня вообще идея была начинать со школы, идти вот в каменки в школы, брать детей, с детьми делать биологический кружок, опыты, потому что своим детям родители не откажут. И ребенок придет к папе, скажет, я хочу биометод, и все. Давай мне тут тепличку. И ребенок научит папу, как защищать. Потому что дети быстрее это поймут и внедрят. Там ничего сложного. Их легче научить, чем старших переучивать. Да, да. А когда старший увидит, что его ребенок сделал чудо, он думает, ого, как это произошло, и все. И пойдет. Ну это такая зловещая идея Мошкина по спасению каменов. Через школу. Не, я думаю, что эту идею подхватят, потому что в скором времени, это не секрет, и я не Ванга, что я тут сижу вангую. Просто в скором времени мы перестанем помидоры садить. У нас и баклажаны, и помидоры. И это просто не нужно быть провидцем, потому что уже если мы не начнем бороться с ней, стать вот там к фронтам и вытеснять ее, ничего не получится. То есть вот это пшиканье, чем попало, не даст эффекта. Поэтому, люди, думайте, это ваша безопасность, это ваши урожаи, это ваши деньги, это ваше фактически будущее, потому что вы, это ваш бизнес. И поэтому, если вы не соберете сходку села и не скажете, ребята, нам пора объединяться и бороться с этим врагом, то ничего вы не сделаете. Один поле не воин, это вот про туту как раз, как раз правильно. Потому что один человек ничего не сделает, если он даже сам себя загородит сеткой, но он сделает себе, локализует своей теплице и все. А дальше это не решит проблему. Проблему не решит, но покажет вектор. Люди покажут вектор, да. Вы знаете, зная наших украинцев, я думаю, что будут только завидовать, но делать ничего не будут. Будут, будут. Ну, объединить можно, но это вопрос политиков и депутатов, и это действительно утопия. Решайте для себя, каждый конкретно принимайте решение, обращайтесь к нам, видите, мы тратим время, силы, здоровье, мы готовы к сотрудничеству, и Зиновья, и Сергей, и мы биозащита. Поэтому даже если один человек настроится, мы готовы ему там выделять час-два часа в неделю, быть на скайпе, не факт, что получится ездить, но даже по скайпу мы сможем помочь. Мы общаемся с ведущими специалистами отрасли, люди получают с биологии, там больше 500 рост с метра квадратного, уже свыше 200 килограмм огурцов с метра квадратного за год. И мы с этими людьми работаем, и эти люди готовы помогать. Мы их можем тоже вот так подключать. Главное, ну там проблема то, что у них подписаны договора, они разглашения, но они готовы давать знания, поэтому они, в принципе, через нас их дают. Когда вот те, что, ну, я говорю не свои личные знания, мы ездим от комбината к комбинату, пытаемся помочь им, а взамен они помогают нам, потому что на каждый один совет от нас мы получаем 10 советов от практиков, агрономов. Это правда, да. И все. И мы готовы делиться, помогать, было бы ваше желание. В каждом районе есть карантинная служба. Они обязаны разрабатывать комплекс мер. Вот просто нужно тогда свои карантинные службы начать дергать. То есть не надо проблему взваливать только на свои плечи. Они для того и существуют там, чтобы разработать вам комплекс мер и организовать, не только разработать, а организовать эти мероприятия. Вот предложите им комплекс мероприятий, как раз включить вот эту программу, которую предлагает Володя. Это если у вас нормальная карантинная служба, а если у вас там неадекватная, то они просто введут на вас карантин и заплатят торговлю. Да, это правда. Ну да, есть такой вариант тоже. У нас же помогать, как помогать, а вот какую-нибудь каку сделать, извините за выражение, то это у нас... Это завсегда. Завсегда. Ну, так, у нас там, вы знаете, Zoom, так прям у нас как-то лояльно. Не-не-не, там я смотрю, что очень много есть вопросов, и вот даже мой коллега Виталий Фасоля, он даже за меня уже некоторые вопросы, на некоторые вопросы отвечает, поэтому я уже не успеваю, то он уже работает за меня. Очень много в чате вопросов есть. Спрашивают, хлорированная вода, как работает, влияет на биопрепараты. Наверное, плохо. В любом случае хлорированная вода, она будет снижать активность. То есть мы для того, чтобы бороться с грибками и бактериями, мы же добавляем хлористое соединение или дезинфиканты все на хлористых соединениях. Понятно, что большая концентрация хлора, она будет снижать активность, а может даже и уничтожить, в зависимости от того, какая концентрация. Может уничтожить даже, ну нужно опять же помнить по воде своей, то есть обязательно нужно делать анализ воды. Для того, чтобы вам посоветовать, чем, допустим, нейтрализовать какой-то солевой агент, который находится в воде, нужно понимать, что там. Вот тогда просто химическую реакцию мы вам называем, что свяжет ваш вот этот элемент. Допустим, там у вас натрий или у вас там железо. Ну железо только, наверное, обратным осмосом можно осадить. А, можно еще насыщением кислородом. Ну барботация, может быть, и барботация. Да, барботация, потому что получается насыщение, и железо из двухлентного переходит в трехлентное, и получается, тогда оно осаждается. Ну, то есть есть для каждого момента есть решение, просто нужно понимать, что нужно делать, что у вас там происходит. Есть инверсионные сейчас смолы, которые используются в фильтрах. Я смотрела, они совершенно недорогие. Даже мои ребята там из Авидиополя уже пробовали, ну у них там возле лиманов очень соленая вода, я им посоветовала эту смолу. И они там придумали свой фильтр, свою систему, одна бочка, потом внутри какая-то другая бочка. Они придумали, и они очищают таким образом. Да, потому что там именно хорошо улавливаются элементы, это самовосстанавливающаяся смола, и получается, что они ее промывают и опять используют. Вот тоже есть такой выход, но нужно понимать, с кем бороться, что у нас там происходит с водой. Поэтому сделайте анализ, и тогда уже, когда есть анализ, и понятно, какой там ИСИ, что там вызывает вот эту вот концентрацию, тогда, ну электропроводность, тогда можно придумать, чем это все нейтрализовать. Это речь про ионообменные смолы, да, идет? Да, ионообменные смолы, да, да. Ионообменные смолы. Смотрите, что касается воды, вы спрашивали там по АЖ, как ли это на биоагентов. Да, на качество препарата уже, да. Да, нужно помнить, что грибные препараты, они больше склонны жить в кислой среде, более кислой. Это правда. А щелочные, ой, эти, бактериальные, они более благоприятны для них. Среда такая слабо щелочная, ну, может быть, даже там слабо кислая, но все равно на слабо щелочной нейтрально они лучше. Ближе к нейтральному, да. Да, поэтому вот это вот тоже действие препаратов, как ваши препараты будут работать, зависит от того, как вы подготовите воду. Да, это правда. Это правда. Ну что, пора нас выгонять уже? Да, тоже меня там ждут. Такая добрая беседа получилась, что даже заканчивать не хотелось, если честно. На самом деле формат мы такой впервые пробовали, да, боялись какой-то, может быть, конкуренции, чтобы одна компания другую не топила, потому что, ну, как бы общие интересы, да, общая целевая аудитория, общий рынок, скажем так, но получилось даже лучше, чем просто произошло все ожидания. Поэтому я очень сильно благодарю всех спикеров, очень благодарю. И я бы хотел також попросить спикеров скинути свои презентации. Мы их потом додамо у посиланиях под этим видео на YouTube-канале проекту. А також мы всем, кто принимал сегодня участь, разъезжаем наши невеличкие опитывания. Будем очень благодарны, если вы сможете на него ответить, для того, чтобы мы продолжали нашу спильную работа над целью спильной проблемой. Еще раз дякую, шановные спикеры, всех за ваш вклад. Дуже корисно, очень цікаво сегодня было. И всех, кто дочекался до конца этого вебинара. Дякую, что вы нас витримали. Да, но все-таки цей заход, который вы организовали, мы надеемся, что он будет корисным не только для нас, как для спикеров, а для тех, кто слушал нас. И практически они будут использовать уже в своей работе. Потому что это действительно сегодня очень вдали заход. И вы на правильном направлении або правильном керунке рухаете, что даёт возможность, вы даёте в первую очередь возможность информировать всех про ту или иную проблему. Там были какие-то пропозиции, я слышу? Так, пропозиция, подобный захват создать по теме ТРИПСа западно-цвяточного. Отличное предложение, принимается. Будем готовиться тогда. Мы готовы, у нас асортимент есть, поэтому есть, что бы рассказать. Я только с вашего позволения сбегаю в отпуск на две недели, а то я никак не соберусь. Без вас не будем начинать. Добре, домовились. Коллеги, всем дякую. Дякую нашому техническому говорил Дмитрию, здоровья, успехи и удачи и до зиазкам. До зиазки. Всем дякую. До встречи. До встречи. До встречи.